МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Народное Славянское Радио Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 8 декабря 2015 года, вторник. По одному из современных календарей, а по одному из древних, 37-й день новых даров, 7524 лета, третейник. Готовимся к жизни. Такова тема сегодняшнего эфира. Главная ведущая Малышева Татьяна Алексеевна. Добрый вечер, Татьяна Алексеевна. Добрый вечер. Наверное, первый вопрос, который я предвижу. А не та ли это Малышева, что на телевидении все время выступает? Нет, друзья мои, это другая Малышева. Это наша Малышева. Так что вопросы давайте будем задавать все-таки по теме. Итак, я предлагаю сначала поговорить о том, кем является Татьяна Алексеевна, чем занимается, и что привело ее к жизни такой, как все-таки наш эфир состоялся и так далее. Ну, передаю микрофончик, пожалуйста, можно о себе начать что-то говорить. Хорошо. Здравствуйте. И раз уж мы начинаем со знакомства, то два слова о себе. Я врач-акушер-гинеколог. Стаж мой уже 40 лет работы моей. В прошлом специалист ультразвуковой диагностики. 20 лет я работала на аппаратике. Но в настоящее время я все-таки больше всего врач-натуропат. То есть врач, который лечит и больных, и беременных, и разных людей без лекарств, без приборов, без аппаратов. То есть преимущественно естественными природными методами и возможностями. И вот, как бы сказать, приступая к своему выступлению, я сразу хочу обратить внимание на что. Я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Я просто хочу поделиться своим опытом. Ну, просто на мой взгляд, у меня жизнь сложилась очень интересно, оригинально, непросто. Но очень интересные результаты, к которым я пришла, они меня все-таки вдохновляют. И я думаю, что многие вещи, о которых я буду рассказывать, они, наверное, будут интересны не только мне. И вот, несмотря на то, что у меня нет ни научно-исследовательского института, никаких лабораторий, да, но все-таки довольно интересные, скажем так, открытия, я их называю мои ноу-хау, да, присутствуют в моей работе. И вот я потихонечку, так сказать, постепенно буду с вами делиться. Ну, всегда, как бы сказать, вот когда сталкиваешься в настоящее время с такими вот, ну, скажем так, альтернативными подходами здоровья человека, да, нередко можно услышать обвинения в адрес медицины, в адрес врачей, что они вот такие-секие. Мне сразу хочется первым делом защитить всех врачей. Почему? Ну, потому что, ну, я знаю, как я сама, так и многие мои однокурсники в институте, и многие мои коллеги по работе, это люди, которые поставили в своей жизни главную задачу – помогать людям, помогать, да. Но другое дело, что официальная наука медицинская, она учит, ну, как учит, так они и работают, скажем, да. И вот мое личное отношение к современной медицине кардинально изменилось на том этапе моей жизни, когда я была больным человеком. В 33 года у меня было довольно серьезное сердечно-сосудистые заболевания. Ну, я как врач ответственно лечилась, вращаясь к своим коллегам, к врачам. Пила таблетки, мне делали уколы, ставили капельницу, я лежала в стационаре и так далее. Через пять лет такого лечения до меня стала доходить. Странная вещь, что пока меня лечит, вроде все улучшается, и состояние самочувствия, как только лечение прекращается, так опять все скатывается в яму, в тужину. И вот когда на пятый год меня очередной раз положили в медицинскую академию, серьезное учреждение в нашем городе, и поставили капельничку, чтобы лечить мое сердце больное, я получила инфарктик миокарда, микроинфаркт, слава богу, но тем не менее уже вот этот момент заставил мой мозг, как я выражаюсь, включиться. Я поняла, что дальше уже по этому пути идти некуда, что надо искать другой путь. И вот теперь уже мой путь, путь с большой буквы, путь моих поисков продолжается более четверти века. И как сказал один из древних мыслителей, не помню его имени, он сказал, всем, наверное, известно, чем больше я знаю, тем больше понимаю, как я мало знаю. Да, или что я вообще ничего не знаю. Или я вообще ничего не знаю, да. Да, да, что очень соответствует. И мне иногда задают вопрос, почему книгу не напишешь? А я говорю, это невозможно, потому что я с каждым днем, с каждой неделей, с каждым годом узнаю все больше и больше, а как с книгой быть? Ведь уже там написано, да, и ничего не вернешь. Это меня очень сильно останавливает в этом направлении. То есть я просто практически работаю очень много, очень много. У меня большой поток идет пациента, большой поток беременных женщин. Поэтому вот я считаю, что это как-то более важная деятельность на сегодняшний день. Но вот в записи, которая висит на Ютубе, там записан мой семинар очередной, там довольно много изложенной информации, важной и интересной, я думаю. Так вот, опять же еще хочу вернуться к нашей несчастной медицине. В советскую эпоху была такая медицинская газета. Я навсегда запомнила одну статью, в которой говорилось, что, я не помню, какой это был год, но в один год взяли, проанализировали количество дней по больничным листам и разложили по профессиям. И первое место заняли, сами догадываетесь, мои коллеги. Больше всего дней по больничному листу в этом году имели врачи. Ну, это опять же говорит о том, что несчастная медицина наша не знает о человеке, о его здоровье гораздо больше, чем знает, к сожалению. И вот вспоминаю я свои, так сказать, студенческие годы. И очень, чем дальше я изучаю, как бы сказать, современные представления о человеке, и о его здоровье тем больше. Я вспоминаю этот момент, что нам в голову жестко обвивали такой вот прагматичный материализм. Материя первична, мысли – продукт работы мозга, то есть вторична. Но вот на сегодняшний день я уже пришла к пониманию, что все происходит с точностью до, наоборот. И в процессе поисков истины, да, мне пришлось в корне пересмотреть свое представление и о мире, и о жизни, и о человеке, и о его месте на Земле. И вот постепенно, по мере того, как я, так сказать, изучала все это, и мой подход к лечению пациентов тоже потихонечку-потихонечку изменялся. И вот если мы посмотрим на вопросы здоровья человека, скажем так, с высоты времени, все больше появляется информация о том, что человек живет на Земле не 10 тысяч, как чаще всего принято, да, в науке говорить гораздо больше, даже миллионы лет. А когда появилась медицина? Считается, что отцом современной медицины является доктор Гиппократ. Наверное, фамилия тоже всем известная. Ну кто ж не знает старика Гиппократа, да, конечно, знает. И вот жил он 24 столетия назад. И очень интересно, в одной книжке я нашла такую цитату, якобы его слова, не знаю насколько точно, но бумага все терпит, а я могу только процитировать. Он говорил так. Медицина появилась потому, что в ней возникла необходимость. Вот интересно. Два с половиной тысячелетия назад возникла необходимость в медицине, а до того, как они жили, очень интересно. И, в общем-то, так мне кажется, что, наверное, менялась жизнь человека, да, на протяжении вот этих огромных периодов временных. И в том числе менялось мировоззрение человека, да, его представление о себе и о жизни, и о Земле и так далее. Ну, мы знаем, что Земля считалась плоской на трехслонах китах, Земля считалась центром, вокруг вращалось Солнце, да, потом поняли, что, оказывается, Земля вращается вокруг Солнца. То есть, действительно, даже вот на протяжении не таких больших отрезков времени мы видим, как сильно шарахает, да, наше представление о жизни, о Земле и о себе и так далее. И вот современная наука, которая, ну, скажем так, господствует в цивилизованных странах, я, наверное, так могу сказать, она зародилась где-то в эпоху Возрождения, это где-то XIV-XVI века. И вот в это время впервые началось так называемое истинное научное, ну, с точки зрения сегодняшнего понимания, изучение природы путем экспериментальной проверки умозрительных гипотез. То есть, один из отцов современной науки Галилео Галилей, он заложил фундамент классической механики, и он же и заложил объединение такого знания и эксперимента. И на сегодняшний день вот тоже очень многие ученые убеждены, что любое мнение, утверждение, гипотеза считается правильно только тогда, когда это доказано экспериментально на опыте. И при этом опыт должен быть воспроизводимым. То есть, сколько бы любые исследователи не повторяли опыт, результат должен быть один и тот же. Вот тогда считается доказано. А что касается человека? Что тут можно доказать, если все прекрасно знают, что каждый из нас индивидуален и неповторим, и никакие повторяющие эксперименты не могут дать одинаковые результаты в принципе. То есть, получается, что в рамке современной науки человек просто не втискивается, что ли. Вот так на наших глазах Татьяна Алексеевна разрушила миф о том, что существует наука вообще. Наука вообще получается-то нет, потому что к человеку это отношение не имеет вообще никакого. Так, хорошо, интересная теория дальше. Ну, если вы спросите, какое отношение история науки имеет к медицине, да, то оказывается прямое. То есть, современная медицина, она часть науки современной, да. И поэтому на протяжении вот этих последних столетий она сильно подвергалась влиянию механической физики, ну, которая, как бы сказать, имела главенствующее место в науке вот в эти последние столетия. И вот в эпоху Петра Великого, это начало 18 века, да, вот эта медицина была импортирована вместе с профессорами, которых Петр выписывал из Европы, когда он создавал Российскую Академию Наук. И вот когда я с этой информацией встречаюсь, каждый раз у меня в голове возникает вопрос. Значит, он создавал Российскую Академию Наук, он выписывал профессоров из Европы. А что, у нас были одни дураки, никто ничего не знал? Да нет, к сожалению, все знания, которые были у наших предков, скажем так, да, они просто усиленно уничтожались. И, наверное, я тоже не открыла Америку для многих людей. Они просто уничтожались. А у нас насильно, так сказать, внедрялась вот эта вот наука. И вот этот научный подход, требующий экспериментальных доказательств, породил современную, так называемую, доказательную медицину. И очень многие современные, да, деятели от медицины, профессора и прочие, как я говорю, бьют себя пяткой в грудь и говорят, у нас доказательная медицина, а ты докажи. Поэтому мне так и не удалось найти общего языка со своими коллегами. Когда я уже пришла к пониманию вот многих вот этих позиций. И мне пришлось, так сказать, расстаться с официальной медициной еще в 1906 году. Теперь я просто вот в свободном творческом полете. Но очень хочу привести такой забавный анекдот, который встретила я в книжке. Такой у нас был профессор-иммунолог Рэм Петров. И в 80-м году вышла его книга «Я или не я?». И он пишет там, на каких доказательствах построена доказательная медицина. Анекдот. Сидят два профессора. Один спрашивает, а где у таракана уши? Второй отвечает, в ногах. Первый задает вопрос, а как доказали? Второй отвечает, когда кричали, таракан убегал. Оторвали ему ноги. Сколько ни кричали, он не убегал. Доказали, что уши в ногах? Доказали. Железная логика. Вот примерно на такой железной логике, на мой взгляд, и построены очень многие доказательства, которые, так сказать, используются в современной медицине. К сожалению. И вот, сегодня мы имеем вместо человека некий организм, который состоит из органов, систем, тканей, клеток и так далее, в которых происходят биохимические, биофизические и другие механизмы взаимодействия с окружающей средой. Это я прочитала цитату, которую выписала, которая встречается во многих справочниках, учебниках. Именно механизмы. Но этот организм оказался без души. Душа в переводе с греческого психе – это душа и психология, наука о душе. И вот для меня было очередное потрясение, когда в 2001 или 2002 году я слушала лекцию профессора психологии из педиатрической академии нашей, и где он сказал, что в советские годы существовал министерский приказ, который запрещал преподавать психологию в высших медицинских учреждениях. То есть получилось, что врачам отдали тело, грубо говоря, кусок мяса, но забрали душу человека. Вот бедные врачи, и что хочешь, то и делай с этим телом. И вот вместо человека остался некий биоробот. И ответственность за свое здоровье он тоже не несет. Ее переложили на врачей. Причем разложили на целый ряд врачей, узких специалистов. Окулист отвечает за глаза, лор за уши, нос. Терапевт, легкие сердца, хирург, все, что отрезает, травматолог, все, что зашивает и так далее. Но в недавнее время Всемирная организация здравоохранения выразила очень интересное мнение, которое, на мой взгляд, очень правильное, о том, что здоровье человека зависит от образа жизни на 52-53%. На 20% от экологии, на 20% от генетики и всего на 7-8% от медицины. Ну и как эти бедные врачи могут нести ответственность за здоровье пациента? Ника, верно? Если люди тренируются на трупах и после этого хотят вылечить здорового живого человека, то у меня вообще под сомнением изначально, как это может быть. Совершенно верно. У меня изо рта вынул прямо с фразы, Алеша. Значит, еще один парадокс заключается в том, что созданная в наши советские годы система здравоохранения, она занимается как раз болезнями. Обследует, лечит. А вот специалистов по здоровью у нас не было и нет. Была попытка ввести в школе предмет валиологии, наука о здоровье. Я даже видела один учебник один раз. Но как-то очень быстро эту программу свернули и ликвидировали. И больше о ней ничего ни слуха, ни духа нет. К сожалению. Хотя это была очень, так сказать, разумная, мне кажется, идея. Да, и действительно. Врачи учат на трупах, анатомии человека. Физиологию изучал наш известный Павлов на собаках и других животных. И вот мы получили научную медицину. Наука. Очень интересно. О ней говорит вам известный знакомый Андрей Ивашко. В одной из его лекций я услышала, как он разложил по полочкам это слово. Он не рассказывал в своем выступлении, нет? Слово наука. Ну, он много чего рассказывал. Просто это интересно слышать от вас. Так что вы не спрашивайте, вы говорите. Повторите. Хорошо. Значит, вот мы знаем, не только от него, но еще из многих источников, что в каждой букве, в каждом звуке был заложен очень глубокий смысл. И вот сейчас мы пытаемся, и Андрей нам помогает, вернуться к этим пониманиям. Так вот, слово наука состоит из трех кусочков. Первый кусочек – на. Что такое на? На – это предлог, который говорит на столе, на полу, на чем-то, что-то поверхностное. Вторая часть – у. У – это тоже предлог, который обозначает около чего-то. У стола, у шкафа, у стенки. У. И третий кусочек – к. По своему глубокому смыслу древнему – это множественность. И на сегодня многим людям становится понятно, что все процессы, все явления, все возможности в нашей жизни – они все множественны. И получается, что наука – это сверху, около чего-то, той множественности, которая представляет из себя жизнь. Замечательная трактовка, потому что я считаю, что так, к сожалению, оно и есть. Поэтому не будем дальше углубляться в науку, а пойдем другим путем. Пока мы идем другим путем, сейчас я хочу уточнить, поскольку мы цитату произнесли, я знаю, что ничего не знаю, ее приписывают известному дреческому философу Сократу по свидетельству философа Платона. Но когда-то, не так давно, в 1968 году, появилась новая версия, Тахо Годи выпустил свое издание, и там было примечание, что, оказывается, это Демокриту принадлежит. А в некоторых цитатах встречается чуть измененная форма. Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого. Так что тоже не так все однозначно в этом вопросе. Ну вот, вот такая множественность в любом вопросе, к которому мы не обратимся. И действительно, наша медицина все больше составляет список неизлечимых болезней, к сожалению, и все больше вопросов, на которые она не может ответить сегодня. И вот это тоже очень интересно отражается в так называемой международной классификации болезней. То есть Всемирная организация здравоохранения составляет список известных болезней человека на Земле. И этот список постоянно обновляется, обновляется, обновляется. И эта книжечка пережила уже за последние полвека где-то 10 пересмотров. И из маленькой-маленькой книжечки превратилась уже в толстый двухтомник. Но самое грустное, с моей точки зрения, как у кушер-гинеколога, что в эту классификацию болезней включены беременность и роды. То есть на сегодняшний день, с точки зрения и Всемирной организации здравоохранения, и, соответственно, всей медицины, рождение человека является болезнью. Но то, что беременность и роды не болезнь, я думаю, мы с вами будем говорить позже при наших следующих встречах в эфире. Сегодня не это наша задача. У нас сегодня вот такой вот взгляд глобальный, целостный. Что же такое человек и его здоровье? Ну, а пока вернемся к здоровью, болезням и образу жизни человека. И вот когда я поставила задачу вытащить себя из своей инвалидности, мне пришлось простудировать буквально море литературы. И при этом я использовала себе множество оздоровительных методов. Я считала, что мой больной тело – это хороший полигон. И действительно, я ориентировалась в прошлом и сейчас вот именно на эти результаты, на свой собственный опыт. И вот первой ко мне пришла очень интересная, на мой взгляд, книга. Книга Юрия Власова. Она называется так – «Формула воли верить». Книга, как я теперь говорю, пришла сама. Я не помню, откуда она у меня появилась, кто мне ее принес. Не могу вспомнить, даже при очень большом желании. Но она стала первой ступенью, так сказать, моего пути, пути к здоровью, от инвалидности к здоровью. Ну, Юрий Власов, я надеюсь, помнит еще. Хотя, может быть, молодежь уже и не помнит. Это известный тяжелоатлет, чемпион мира в свое время. И вот он описывал в книге историю о том, как врачи признали его неизлечимым больным. И отправили домой, его выписали из больницы домой умирать. Но у него была очень сильная воля. И он сам вытаскивал себя из болезни. Он писал о том, что он дошел до такого состояния, что уже лежал в постели и не мог даже шевелиться. И он начал делать гимнастические упражнения с пальцев. Он сгибал и разгибал пальцы рук и пальцы ног. Потом, когда уже немножко силы прибавилось, он стал сгибать локти и колени. И так далее. Может быть, для кого-то это покажется смешно. А для меня, когда я была в полном отчаянии, когда я поняла, что никакие лекарства меня не вылечат, и я абсолютно не представлялась, что мне делать, для меня это была огромнейшая поддержка. Это действительно было первое вдохновение. И я пошла таким же путем, как он. Потихонечку, потихонечку я начала заниматься тренировками. Хотя мне было очень трудно настроить свой мозг. Ведь нас же в институте убеждают, что все же материально. И поэтому, если уже какие-то изменения в организме произошли, то они необратимы. Если уже заболевание неизлечимо, то оно неизлечимо. И поэтому такая борьба у меня в мозгу сама с собой была достаточно сильная и сложная. Но вот, слава богу, я справилась с этим зомбированием мозга. Потом вскоре ко мне пришло еще одно интересное откровение. Я вдруг для себя поняла, буквально почувствовала, что со мной общается окружающее пространство. В чем это проявлялось? Когда у меня появлялось сильнейшее желание найти ответ на какой-либо вопрос, то через некоторое время ответ приходил, сам приходил. То мне кто-то книжку даст, или журнал принесет, то по телевизору показывали передачу именно на эту тему, или я попадала на конференцию, где обсуждался именно этот вопрос. Я совершенно четко сегодня знаю, что мне Вселенная помогает. Я к ней обращаюсь с вопросами, теперь уже все чаще. И ответы приходят. Это очень интересно. Они приходят. И вот в результате своих поисков и усилий я, в конце концов, выбралась из инвалидности, вернулась к работе. Но потом на каком-то этапе я обратила внимание, что как-то вот тормозится мое продвижение. И, продолжая свои поиски, очередное удивительное открытие я для себя сделала. Мир устроен совсем иначе. Человек живет не так, как нас учили в институте. Конечно, вопросы физиологии, гигиены и так далее, они очень важны. Но они вторичны. А на первом месте стоят вопросы психологии. А психологию, как я уже сказала, врачам преподавать запрещали. То есть я была практически на нуле. И мне пришлось стать самоучкой-психологом. Вот какой первый, так сказать, эпизод меня сподвигнул на это. Когда я работала в роддоме в Ленинграде еще, у нас был просто жуткий конвейер. До 30 родов в сутки. Ну, это просто конвейер, по-другому не сказать. И в этих условиях не то, что поговорить с какой-то женщиной, даже подумать вообще о чем-то было некогда. Но потом, когда уже, так сказать, я была больным человеком, и я решила поселиться лучше не в городе, где дышать нечем, а тем более у меня дышка была, да, а в пригороде я переехала в Ломоносов. Я работала там в Ломоносове и в Ломоносовском районе 11 лет. И вот, когда я попала в этот район, в районную больницу, у меня было ощущение, как будто я из Ады переехала в рай. Потому что там, в родильном отделении, за сутки могло быть одни роды, двое родов, да, а то вообще никто не рожал. Но максимум три женщины за сутки. То есть у меня оказалось много свободного времени. Если никого не было в это время в родилке, когда я дежурила, я штудировала литературу. А если поступала на роды женщина, то я могла провести с ней все время. Не то, что на одну минуту к ней подскочить, да, как вот в Минграде это выглядело, а я могла просидеть с ней все роды от начала до конца. И вот однажды я сидела с такой женщиной. А когда идут схватки, то врач, для того, чтобы, ну, как бы, оценить родовую деятельность, да, кладет руку на живот, потому что схватки прощупываются очень хорошо рукой. И я держала руку на животе некоторое время, засекала по секундомеру, там, сколько длится схватка, какой интервал между схватками. Ну, когда я все посчитала, я... решила, ну, куда-то там отличиться. Вот. И вдруг, неожиданно для меня даже как-то вздрогнуло, эта женщина, она говорит, не уходите, посидите со мной, от вашей руки мне легче. У меня аж мурашки по спине побежали. Вот тут я четко поняла, что никакие лекарственные препараты не могут дать такой обезболивающий эффект, как человеческое внимание, участие и забота. Потому что здесь мы имеем дело с эмоциональным состоянием самого человека. А в родах это самое главное, это первостепенная роль. Какие эмоции проживает женщина в родах? Так и идет этот процесс. Давайте мы сейчас прервемся на музыкальную паузу. Хорошо. 30 минут прошло. Нашим радиослушателям, я напомню, что у нас работает чат, где вы можете, зарегистрировавшись, войти в него. Логин и пароль только нужно придумать один раз, дальше его не забывать. И задавать вопросы в нашу студию, в эфир, а также общаться со своими друзьями. Также напомню, что у нас работает социальная сеть, защищенная от многих неприятностей, где вашу информацию не украдут. И есть еще форум, где очень-очень много другой информации. Итак, прерваемся на музыкальную паузу и после этого продолжим разбирать нашу интересную тему. В эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 8 декабря 2015 года. Вторник по одному из современных календарей, а по одному из старинных. 37-й день новых даров. 7500-24 лета. Третьейник. Готовимся к жизни. Такова тема сегодняшнего эфира. Малышева Татьяна Алексеевна, главная наша соведущая. Говорим мы об очень интересных вещах. Поэтому, если вы еще своих знакомых не предупредили о том, что у нас такая интересная передача, то вы несколько затормозили. Надо срочно предупреждать, чтобы народ подошел и посмотрел, послушал, что у нас здесь происходит, какие мы интересные вещи обсуждаем. Также напоминаю, что чат работает на нашем сайте. Вы можете задать вопросы в живой эфир, тем самым участвовать в нем и делая этот эфир более интересным. Итак, предлагаю продолжить тему. Татьяна Алексеевна, микрофон. Продолжаем. Хорошо. Так вот, следующим очень большим шагом вперед стало знакомство с интереснейшей книгой Ричарда Гербера «Вибрационная медицина» или «От механики к сфере разума и духа». Там говорится очень интересные вещи. Я цитирую. Нам известно, что вещество и энергия – суть два проявления изначальной энергетической субстанции, которая образует Вселенную и все виды материи, в том числе и наши физические тонкие тела. И позже я многократно слышала подтверждение этому от физиков на разных конференциях. Я пришла к пониманию, что мир состоит, условно можно сказать, из двух составляющих. С одной стороны, все, что мы видим, можем потрогать, пощупать, то есть материальный мир. А с другой стороны, тот мир, который мы не видим. И что материя, которая составляет видимый мир, как раз вторично, а не первично, как нас учили в школе и в институте. Вот здесь у меня поворот моих мозгов на 180 градусов произошел. И мы можем представить человеческий организм как систему очень многомерных энергетических структур, полевых или каких-то там еще, которые находятся в состоянии непрерывного взаимодействия. Каких-то там еще, я говорю, потому что вспоминаю, как на одной конференции я слушала доклад одного профессора физика из московского какого-то института, и он сказал так. На сегодняшний день физики знают примерно 40% полевых структур, которые существуют, а 60% не знают. А из этих частиц, которые микроскопические, минимальные, как они называются, знают только 5%. Вот такое положение науки сегодня. И поэтому представление о человеке, оно вот примерно такое, очень приблизительное. И вот опять же хочется вспомнить наших мудрых предков, которые детей никогда не обучали занудными лекциями. Вот как я вас мучаю. Они учили детей с помощью сказок и игрушек. И вот до наших дней дошла такая чудесная игрушка, которая является моделью человека. Мне интересно, конечно, узнать ответ слушателей. Кто-нибудь понимает, о чем идет речь? Слушатели вообще с нами, нет? Да я думаю, что они догадались, о чем идет речь, но не буду это забегать. Речь идет, конечно, о матрешке. Матрешка – это модель человека. Тело в теле, тело в теле, да, так же, как куколка в куколке. Это и есть структура человека. И среди этих куколок только одно тело – это наше физическое тело, а все остальные – это наши невидимые структуры. И сегодня уже все больше появляется информация, когда исследователи, физики, биофизики, они уже с помощью своих приборов могут изобразить, показать даже, измерить какие-то волновые параметры и так далее этих наших невидимых тел. И в этой же книге Гербера рассказывается о докторе по имени Эдвард Бах, который жил в Англии в первой половине XX века. И вот он один из первых, современных, скажем так, исследователей, врачей, обнаружил связь между эмоциями и заболеванием. Он заметил, что пациенты-носители одинаковых кишечных бактерий обладали похожими характерами. Это очень интересное и очень важное наблюдение. Он сделал правильный вывод. Заболевание возникает вследствие дисгармонии между физическим планом человека и его высшим «я». И я тоже вас примерно сейчас в эту сторону дальше поведу. И путем коррекции собственного эмоционального строя люди могут повысить свою сопротивляемость болезням. То есть механистическая медицина, базирующаяся на материализме, никак не учитывает существование за пределами физического плана каких-то факторов, которые управляют и всей Вселенной, и природой человека. Например, приводит Бах в своей работе, такая эмоция, как страх, подавляет наше сознание и порождает дисгармонию в нашем и физическом, и невидимых телах. И открывает путь для разной инфекции. Представляете, какая разница? Если врачи официальной медицины считают, что вот микробы такие-сякие, виноваты в воспалительных заболеваниях, то дело-то совсем в другом. Именно наше эмоциональное, психическое состояние или позволяет, или не позволяет этим микробам вызвать воспалительные заболевания в организме человека. И вот я именно на это обращаю ваше внимание. И сама я, когда наконец-то пришла к пониманию этого, и начала опять же работать на своим эмоциональным телом очень усердно, практики, всякие лекции, тренинги, книги, и все это в огромном количестве я прошла. Опять же, на своем полигоне изучала. И получила хороший результат. То есть действительно, продвижение в сторону здоровья пошло гораздо веселее, активнее. Об условиях формирования нашей личности, я думаю, мы немножечко позже будем говорить, не сегодня. Но вот как я пришла к пониманию этого, я вам буду сегодня рассказывать. Значит, пока вот мой путь и мои поиски проходили в русле физиологии, очищения физического тела, и мое тело постепенно восстанавливалось. И моим пациентам мой опыт тоже помогал. Ну вот, как я сказала, и проблемы с моим здоровьем до конца не уходили. И ко мне обращались все более сложные пациенты. Я поняла, что мне чего-то не хватает, надо еще что-то искать. И вот мой следующий шаг в начале уже 2000-х годов это знакомство с перинатальной психологией. Ну, как мы уже сказали, психология – это наука о душе, а перинатальная означает «вокруг рождение». То есть психология ребенка, живущего в утробе матери, психология ребенка в родах и психология маленького ребенка, родившегося, который еще не умеет разговаривать вербальным языком. Вот этот вот перинатальный период оказывается очень важным. Можно сказать, самый важный период в жизни человека. Вот современная перинатальная психология возникла в 70-е годы 20-го века. Когда? В трех разных странах, совершенно разные, не связанные между собой исследователи, психологи, психиатры, они пришли к одному и тому же выводу. То есть у взрослого человека в подсознании сохраняется память о биологическом рождении. Если любого взрослого человека ввести в необычное состояние сознания, ну, необычными называют, когда, например, гипноз, или там трансовое состояние, или какие-то лекарственные могут быть воздействия, ну, то есть вот разными методами человек переходит в необычное состояние сознания, то он может в этом состоянии заново перепрожить события прошлого, разного прошлого, и в том числе события своего рождения. И вот американский психиатр Станислав Гроф сформулировал свою теорию о базовых перинатальных матрицах. Эта теория сейчас, она очень широко, так сказать, известна в кругах тех людей, которые озадачены планированием беременности, подготовкой к родам, да, и это действительно очень правильно, это очень важная информация, и важно знать. он написал, что в процессе своей жизни в утробе матери, в процессе рождения ребенок всю-всю-всю информацию, которая вокруг него существует, все, что видит, слышит, чувствует, переживает вместе с мамой, вся эта информация записывается и сохраняется в виде энергоинформационных блоков под сознание человека, и остается с человеком на всю оставшуюся жизнь. и при этом оказывает очень сильное влияние на здоровье физическое, на здоровье психическое, на поведение человека, на его отношение к миру и так далее, и так далее, и так далее. То есть, важность этого периода невозможно переоценить, но, к сожалению, очень мало кто об этом знает. Но Станислав Гров в своем описании вот этих матриц остановился на моменте рождения, выхода ребенка из утробы матери на белый свет. Но, на самом деле, процесс на этом не останавливается. И, значит, современные психологи, разные авторы, причем, как бы сказать, параллельно, я сначала сама тоже об этом подумала, но я книгу не написала, а потом чужую книгу прочитала, думаю, надо же, как мы одинаково думаем. То есть, на самом деле, вот эти записи происходящих событий и происходящих у ребенка переживаний, они продолжаются где-то примерно до семилетнего возраста. Причем, наиболее выражен этот процесс в первые три года ребенка. И вот, как раз, очередная встреча с очень интересной женщиной, целительницей из Казахстана, Мансуровой Раиса Ахметовной. Вот она мне тоже дала следующую информацию. То есть, вот те субличности, которые описал еще американский психолог Эрик Берн, но его книга довольно популярна, я думаю, на многим знакома, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди. Он пишет, что в каждом взрослом человеке имеется три субличности, ребенок, взрослый, родитель. Так вот, эти субличности формируются в подсознании, продолжают формироваться в первые годы жизни ребенка, когда он наблюдает за окружающими его людьми. И я бы уже назвала этот период пятой базовой пенатальной матрицей. Станислав Гроб описал четыре до момента рождения. Я бы назвала вот этот период уже, когда ребенок родился и продолжает учиться и записывать информацию в подсознании пятой базовой пенатальной матрицы. И об этом же пишет еще один замечательный автор Сергей Ковалев в своей книге «Все мы родом из страшного детства». Чуть-чуть процитирую из его книжечки. По данным современной психологии подавляющая огромная и безусловно определяющая часть программ будущей жизнедеятельности закладывается именно в детстве. Как невидимые, но никуда от себя не отпускающие рельсы, по которым мы привычно катимся, теша себя иллюзией и свободы и даже не подозревая, что все уже давно предопределено. Вообще-то их очень много людей, которые, программируя наше сознание, выступают своеобразными соавторами нашей хромой судьбы, прямо или косвенно определяя ход и течение нашей жизни. Однако главными сценаристами человеческой судьбы были, есть и в себя и всегда будут наши родители, мама и папа. Мама уже в первые месяцы жизни, еще в жизни внутриутробной, определяет уровень нашего базового доверия к миру. А папа обучает, будем ли мы в этом мире ведомыми или ведущими. Вы представляете, какие важные моменты и их очень-очень важно действительно знать. И исключительная важность для жизнедеятельности человека, родительского программирования, это вторая после травмы рождения великая проблема любого человека. Вот даже этот психолог, не будучи акушером, пишет травма рождения. И если у нас, так сказать, состоятся наши следующие встречи, и мы с вами будем говорить о процессе рождения, да, действительно, и я к своей очень большой грусти и тоске могу только подтвердить, что на сегодняшний день рождения ребенка это колоссальная травма, и физическая, и психическая. И вот, так сказать, закладывая все эти проблемочки, а потом в течение жизни человек вынужден их решать. Вот так пишет Ковалев Сергей Викторович. То есть, теперь уже от меня, да, человек учится воспринимать мир, чувствовать и думать, начиная с зачатия. и существующий от природы врожденный рефлекс подражания помогает ребенку осваивать разные навыки после рождения. И влияние окружающих, кто окружает ребенка на этих этапах жизни, да, их влияние очень огромное. Станислав Гров пишет, что вот эти базовые матрицы нельзя стереть, и они остаются с человеком на всю жизнь. Тогда спрашивается, что, зачем нужна ребенку вот эта огромная информация? Ведь все, 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 как я уже сказала, все, что видит, слышит, чувствует, все это записывается и сохраняется. Зачем этот груз? Но, оказывается, она нужна, эта информация. Для чего? Для того, чтобы на ранних этапах жизни, для биологического и социального выживания и я. И многие существующие социальные проблемы на сегодня, в первую очередь, самые сильные проблемы, это разрушение семейной культуры. Они привели к тому, что эти матрицы помогают человеку не только выживать, но и болеть и страдать. Разрушение семейной культуры в последние столетия нарастает, как снежный ком, как я вижу по той информации, которую изучаю, в которую углубляюсь. И очень это грустно. Именно само устройство социума этому способствует. Вот если мы вернемся к мысли, что ребенок учится жить, подражая окружающим взрослым, да? До начала 20 века большинство населения нашей страны жили все-таки в сельской местности и дети росли в семье. Что они видели? Они видели хорошие семейные отношения, наблюдали за работой родителей, учились трудиться, учились вести хозяйство, выращивать там какие-то культуры и так далее, и так далее. А сегодня подавляющее большинство населения живет в городах. Ребеночка родили, декретный отпуск кончился, ребенка сдали в ясли, детский садик и так далее. Что отняли у ребенка? У него отняли естественную школу в жизни. Если ребенок не видел родительских отношений в семье, хороших отношений, что он видел в ясельках и в садике? Ничего не видел. И когда он начинает создавать свою семью, что получается? Получается грустная статистика. Вот я некоторое время назад в интернете нашла цифры, но правда цифры были с 2001 по 2010 год. Вот более поздние годы я не могу найти, как-то это все запрятано. Так вот, за это десятилетие в нашей стране в год на тысячу браков приходилось от 500 до 800 разводов. Вот такая семейная статистика у нас. Вот представляете себе, что происходит? Ну и когда человек уже после ясли и садика попадает в школу, чему там учат? Да ничему. Для жизни ничему. Мало того, теперь уже даже грамоте не учат. И вот над безграмотностью современной молодежи смеется Михаил Задорнов в своих передачах. Ну, с одной стороны смешно, а с другой стороны мне очень грустно слушать вот эти глупые ответы взрослых людей, подростков, 17-20 лет, которые на банальные вопросы не могут ответить. То есть действительно уже и школа ничему не может научить. И что дальше? Но на моем пути очередной ступенью стали встречи с книгами и лекциями такой известной американской целительницы Луизы Хейн. И она использовала свой огромный практический опыт и понимание связи болезней и эмоций она составила интереснейшую таблицу, где показала связь различных болезней с определенными эмоциями как возможной причиной и дала свои рекомендации для исправления образа мыслей больного человека. И когда я попробовала использовать эту таблицу в своей работе, я получила очень интересные результаты. Но при этом возникли и новые вопросы. Вот когда я работаю с больным человеком, ко мне обратился человек на консультацию, я собираю так называемую анамнезу, то есть распрашиваю о жизни, о перенесенных болезнях. И вот если при этом я смотрю в эту табличку Луизы Хей, например, бесплодие, какие эмоции, страх и сопротивление жизни или нежелание воспользоваться опытом жизни родителей. Очень интересно. Гинекологические заболевания. Вот тут вообще меня просто потрясло, когда я впервые увидела отрицание себя как личности и отрицание своей женственности. Я задаю вопрос своей пациентке, а что вот у тебя какие-то проблемы есть там, да, со своей личностью. Да нет, вроде все хорошо. Но гинекологические заболевания есть. И тогда мой гинекологический, акушерский, гинекологический мозг сработал очень правильно. Я вспомнила, нашла связь между вот этой ситуацией, что отрицание себя как личности это причина гинекологических заболеваний. И учебник по акушерству во всех учебниках всю советскую эпоху и до сих пор есть глава, которая называется так «Плод как объект родов». Так вот вам, пожалуйста, причина. В советскую эпоху ни в женской консультации, ни в родильном доме никто никогда не относился к ребенку внутриутровного, как к личности, к нему относились к вещи. Объект это неодушевенный предмет, вещи. Да, меня тоже коробило всегда, когда разговариваешь с человеком, который ждет ребенка, ну, с папой, например, говорит, вот плод мы обследовали, плод обследовали, я говорю, слушай, кого обследовали? Ну, плод, нормально развивается, я говорю, не понял, яблочко, сливку, грушку, что тебе обследовали? Ну, ребенка, я говорю, так и говори, ребенка, твоего ребенка обследовали. Совершенно верно. Меня это убивает просто. И, к сожалению, очень многие люди этого не понимают, поэтому мне хотелось бы, да, вот эту информацию, чтобы как можно больше людей услышало, и чтобы действительно вот таких ошибок родители не делали, не называли своего ребенка плодом и объектом. Следующий моментик, например, бронхит. Если ко мне обращается человек больной, который или болел раньше, или в данный момент болеет бронхитом, то Луиза Хей пишет, возможная причина, бурная семейная жизнь, споры и крики. Но я спрашиваю, что у вас там в семье происходит? Ну да, это про меня. Это взрослый человек. А если я работаю с ребенком, например, которому два годика, и у него бронхит, спрашивается, какая у него бурная семейная жизнь? Откуда у него эта причина? Да, конечно, это от родителей. То есть ребенок эмоционально очень сильно зависим от своих родителей. Это тоже очень важно понимать. При этом не важно, слышит и видит он эти бурные семейные сцены или не видит. Очень многие родители заблуждаются, когда думают, что там ребенок в комнате спит, а мы на кухне можем покричать друг на друга, и он не услышит. Ничего подобного. Он воспринимает информацию на уровне колебаний вибраций волн. Он ими живет. И поэтому вот очень мне, так сказать, пришла важная мысль. Я включила в свой опросник, вот этот вопрос, который я задаю своим пациентам, я включила новые вопросы отношения в семье родителей пациента, прямо начиная с зачатия. Я получила тот результат, который ожидала. То есть все люди болеющие, все люди имеющие какую-то патологию здоровья, оказалось, что у всех без исключения больных в семье были сложные отношения в семье родителей. То есть по-другому можно еще сказать так. Отсутствовала любовь. И очень многие проблемы сегодня здоровья взрослых и детей я связываю именно с дефицитом любви. А что такое любовь? Вот интересный вопрос. Что такое любовь? Я теперь его часто задаю или пациентам, или своим беременным девочкам, группе, с которыми занимаюсь. Ну, говорят, ну, это да, вот забота, внимание, там, все что угодно. А что же на самом деле такое любовь? Ну, так вот, мой, так сказать, пытливый ум и любовь к экспериментам привели меня к пониманию того, что любовь это процесс, который происходит на невидимом плане нашей жизни. Это передача определенного рода энергии. То есть любить человека это значит отдавать часть себя. Ну, к сожалению, наше общение без картинок и не показать эти картинки, но эти картинки есть и у меня на лекциях, которые там вывешены в Ютубе, и в моих статьях, которые висят у меня на сайте, поэтому для того, чтобы посмотреть картинки, я адресую всех, так сказать, вот к этим источникам. Но только устно могу сказать, что действительно это определенный поток энергии. и вот когда человек начинает понимать это, он может научиться этому, если у него в жизни не было. И очень мне пришло понимание, почему вот такое большое количество разводов, да, и малое количество счастливых любящих семей, да потому что по природе вот это умение любить, оно просто автоматически передается от мамы к ребенку, когда во время беременности, во время рождения, и во время младенческого возраста, если мама умеет любить, а если мама не умеет, то следующим поколениям уже нечего передавать своим детям, да, но, как говорит народная медицина, пока человек жив, он может выздороветь, и здесь то же самое, пока человек жив, он может восстановить в себе любые способности, любые умения, и поэтому определенными упражнениями, которыми мы в частности занимаемся с моими подопечными на наших занятиях, мы восстанавливаем это умение, умение любить, отдавать часть себя. Ну, вот так вот я вас... Да, мы подошли к очередной музыкальной паузе, раз в первой части изучал от вас анекдот, то как бы отвечу тоже про медицину, вспомнился, обход с утра, заходит доктор, медсестра идет рядом с ним, ну, спрашивает он, так, у этого что такое? доктор, это геморрой, чем лечим? Ну, чем, йодом мажем, ага, чем мажем? Вот этой палочке доктор, а, хорошо, так, у этого что? Геморрой, так, чем лечим? Йодом мажем, а, чем мажем? Вот этой палочкой, ну, спрашивают, какие-то есть, там, жалоба, там, желания. Не, не все хорошо, нормально, третьим, подходит. Так, у этого что? Ангина, чем лечим? Йодом, чем мажем, вот этой палочкой доктор. Понятно. Какие-то есть пожелания? Доктор, скажите ей, чтобы она сначала мне мазала, а потом им. Ну да. Хорошо. Это вот уровень нашей медицины в некоторых случаях. Ну что ж, мы прерываемся на музыкальную паузу. Напоминаю, что у нас работает чат. Вы можете в чате задавать вопросы в эфир. Можете общаться со своими друзьями. А после музыкальной паузы мы продолжим разбирать нашу заявленную тему. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Народное Славянское Радио 8 декабря 2015 года. Вторник по одному из современных календарей, а по одному из старинных. 37-й день месяца нового удара 7500-24 лет от створения мира Звездного Храма и Тритейник. Готовимся к жизни. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Малышева Татьяна Алексеевна, главная соведущая, любезно согласившаяся нам рассказать такую сложную, но, на мой взгляд, очень важную тему. И прежде чем продолжить, я хочу немножечко пройтись по нашим каким-то древностям и сказать, что чадо – это слияние земного и небесного. Женщина, как мать, сыра земля, дает ребенку телу. Отец – образ духа и крови, жива Богородица душа, Бог – покровитель рода, совесть. У Славян считалось семья полной, когда в ней было 16 детей, потомственный круг полный имеется в виду. Долг перед родом – это 9 детей обязательно. По 16 детей – это преуспевающая семья, хотя и это не предел. Воспитанием детей всегда занимался отец. И один из законов Риты гласит, не используйте воспитание детей отрицательной формы и образы. Не запрещать надо, а разъяснять. Любой славянский ребенок на подсоздательном уровне подражает и хочет подражать взрослым. Только на собственных примерах воспитываются дети родов расы великой. Они с детства умеют различать любовь и влюбленность, влюбчивость. Они знают, что влюбленность проходит и уходит. А любовь остается, и ее человек несет в своем сердце, проходя через мир и яви, слави и прави. Вот такие интересные у нас были сведения давным-давно до появления медицины. Кстати, здесь звучало слово «любовь». Мне нравится одна расшифровка этого слова, как «люди богов ведающие». Человек, который ведает богов, то есть божественную мудрость, тот и в состоянии любить так, как надо любить, а не просто заниматься сексом, где-нибудь как собачка под забором. Ну что ж, продолжаем. Есть что-то еще интересного рассказать? Да, мы только с одной стороны посмотрели на… Ах, вот как. Ну давайте. Давайте с другой заглянем. Так, что там у нас с другой стороны? Итак, значит, мы должны понять из того, что я рассказала, что любое заболевание – это сигнал из подсознания о том, что душевное равновесие нарушено. То есть болезнь – это не наказание, это предупреждение, что мы ведем какой-то неправильный образ жизни. И мы пытаемся от болезни, если мы пытаемся избавиться от болезни таблетками, лекарствами и прочими, да, то мы воздействуем не на причину, а на следствие. Вот это основной момент, который мне хотелось бы, чтобы был понятен из первой половины моей длинной нудной речи. А вот вторая половина будет посвящена нашему бренному телу. То есть, как мы теперь понимаем, целостный человек ушел из поля зрения современного врача и современной медицины. У них остался только набор больных органов. Ну и нас, врачи, в институте как учили? Болит сердце – таблетка от сердца. Болит печень – таблетка от печени и так далее. И нам многократно, я помню точно, повторяли фразу «нет и не может быть панацеи». Панацея – это универсальное, так сказать, средство исцеления от всех болезней, да. И вот самый трудный шаг первый на моем пути – это было перейти к пониманию того, что вот эта вот институтская теория абсолютно ошибочна. То, что действительно панацея существует. И она существует очень давно в нашей народной медицине, которая считает, что путь к любому заболеванию – это зашлаковывание организма. Что такое зашлаковывание? Ну, накопление каких-то токсических веществ, каких-то вредных воздействий на наш организм. И чем больше этого вредного воздействия, тем тяжелее заболевание. И в обратную сторону. Если мы займемся очищением организма, мы будем идти к здоровью. И вот это был самый трудный шаг. Вот понять это зомбированному мозгу врача моему было очень сложно. Но когда я вот этот шаг сделала, дальше мне стало очень легко. Легко и понятно. Потому что это действительно основной, основополагающий принцип болезни или здоровья человека. И когда его понимаешь, то неизлечимых болезней вообще не существует. Лечить можно любого человека, который еще жив. То есть, как говорит народная медицина, пока человек жив, он может выздороветь. Другое дело, что другая еще фраза из народной медицины, очень важная. Сколько лет человек шел к болезни, если он меняет образ жизни, то в обратную сторону он идет столько же лет. То есть, здесь надо понимать, что вот эти методы очищения организма – это не волшебная таблетка. Это не то, что анальген от головной боли выпил и прошло. Ни в коем случае. Здесь очень важно понимать, что это такой же длительный процесс, как и путь болезни. Но, к сожалению, от своих пациентов я тоже часто слышу. Я почистилась по Марве Аганян, я почистилась там по такому-то автору. Почистилась. Однократно, один день, одна неделя там что-то подделала. И все. Это вот ошибочное представление у людей. Действительно, так же, как и путь к болезни – это путь многолетний, так же и путь к здоровью – это труд. Это труд над собой, терпеливый, упорный. И тогда он дает действительно потрясающие результаты. И вот здесь я хочу опять же рассказать про одного интересного автора. Это Ханс Христиан Рекивек, немецкий врач-гомеопат, который жил вот в первой половине XX века. Баден-Баден его фирму обосновал, и там фирма его до сих пор живет и существует. Я очень благодарна этому автору за те, так сказать, идеи, которые он сформулировал. Он-то тоже врач. И поэтому он как бы был одновременно врачом и обычным, который лекарствами лечит, и потом перешел к гомеопатии. И вот этот многосторонний взгляд на болезни человека помог ему действительно создать очень интересное учение – гомотоксикология. Гомо – это человек, а токсикология – это токсины. То есть речь идет о зашлаковывании организма. То есть сильная параллель между нашей народной медициной и его теорией. Так вот, он считал, что любое заболевание является ответом организма на те токсические вещества, которые поступают в организм из внешней среды или которые образуются в организме, например, в ходе обменных процессов. И термин «токсины» он еще больше расширял. То есть это не только химические вещества, но это, например, могут быть и какие-то эмоции переживаемые. То есть разные-разные воздействия на организм, вредные – вот это все токсины, гомотоксины. И вот, согласно его теории, заболевание – это целесообразная биологическая реакция, направленная на вывод токсинов из организма, то есть самоочищение. Это действительно так. Природа заложила в нашем организме огромные возможности самоочищения. И поэтому задача лечащего врача – это поддержать эти процессы самоочищения. А что у нас происходит в официальной медицине? Борьба с чем? С симптомами. А любой симптом – это борьба организма за выживание в неблагоприятных условиях. Так вместо того, чтобы бороться с условиями, медицина лечит симптомы. Температура поднялась – жаропонижающая. Боль возникла – обезболивающая и так далее. То есть действительно диаметрально противоположный подход разных медицин к этим симптомам. И вот эту теорию он создал в 1948 году. То есть уже давно она существует. Но опять же как-то мало интересует современную официальную медицину. И вот как он пишет, что заболевания или симптомы являются реакцией организма на токсическую инвазию. Инвазия – это такое научное слово. На проникновение, скажем, различных токсических воздействий или веществ в наш организм. Так вот, Реки Век сформулировал теорию о том, что существует шесть универсальных стадий болезни. То есть независимо от пола, возраста и диагноза, если у человека в организме накапливаются токсические вещества, то изменение, происходящее в организме, последовательность этих изменений, она тоже универсальна у всех людей. И вот по мере накопления этих токсических веществ в организме проявляются различные реакции организма по самоочищению. Самой первой реакцией он назвал экскрецией. То есть по-русски, это латинское слово, а по-русски это выделение. То есть на этом этапе в организме активизируются все органы и системы, которые занимаются выведением из организма вредных каких-то веществ. Например, это кишечник. Если человек съел какую-то некачественную пищу, кишечник активизируется, по носу все вышло. Или, например, активизация функций слизистых оболочек. Человек простудился, сопли, кашель, слизь вылетает, и организм очищается. Ну и так далее. То есть первая стадия болезни – это активизация выделительной функции разных органов и систем. Если организм не справляется с поступающим количеством токсинов с помощью вот этой первой реакции, то вторая реакция – это реакция воспаления. Температура, жар, как выражался сам Реки Век, в огне воспаления сгорают токсины. Ну и теперь мы, слава Богу, знаем, что температуру сбивать не надо. А до недавнего времени при любой температуре сразу назначали аспирин и прочие лекарства. Сегодня, слава Богу, уже даже многие врачи понимают, что температуру до 38,5 градусов сбивать не надо. А вот если выше, то все равно надо. Почему надо ее сбивать? Потому что наш организм, и в нем огромную роль играют ферменты, это такие биологически активные вещества, которые участвуют в химических разных реакциях, они погибают при температуре 42 градусов. То есть нельзя допускать до очень высоких цифр. Ну вот так условно считается, что 38, 38,5 – это еще та температура, которую не надо сбивать. Вот следующая очередная защитная реакция, это стадия отложения, депонирования он назвал. То есть если концентрация токсических веществ в жидкостях организма, в крови, в лимфе и прочих жидкостях становится очень высокой, то организм просто, ну как я выражаю, складирует мусор в разных участках тела. Это могут быть кисты различные, камни, ожирение – это тоже склады мусора, склерозирование сосудов, бляшки на стенках сосудов, подагра там, отложение солей в суставах, да, и прочие, прочие, прочие. Проявление вот этой третьей стадии. И вот эти первые три стадии, они характеризуются тем, что очень благоприятный прогноз лечения, то есть даже, возможно, самовыздоровление, если организм попадает в очень хорошие, благоприятные обстоятельства, условия жизни. Почему? Потому что на этих стадиях повреждение касается только межклеточных структур, соединительной ткани так называемой. А вот дальше уже, если накопление токсинов, как я говорю, мусора в организме, еще нарастает, то тогда уже наступают следующие три стадии, и там уже очень сильно отличаются процессы от предыдущих. Значит, при функциональной недостаточности реакции организма на первых трех фазах, эти токсины начинают проникать внутрь клеток организма. То есть, если мы сказали, на первых трех стадиях повреждается только межклеточная структура, то на последующих трех стадиях поражаются клеточные структуры. И вот тут вот реки век обозначил так называемый биологический барьер. И следующая фаза называется импрегнация, пропитывание. Там уже характерны более сложные заболевания. Но на этом сильно останавливаться я не буду, просто вот из этих трех последних стадий. Последние – это уже различные онкологические заболевания, новообразования. Вот. Но, но, то есть мы должны четко понимать, что если мы накапливаем токсины в организме, то мы и шагаем по этим колоночкам реки Вега слева направо, да, и доходим до последней. Но ведь есть возможность и обратного пути, да, очищения организма. И вот очень интересным моментом здесь является то, что если мы очищаемся, то мы все равно идем по колоночкам реки Вега только в обратную сторону, да. и когда улучшение наступает, то человек переходит в более раннюю фазу болезни. То есть если мы сказали, что во второй фазе у нас реакция воспаления. Вот тут я хочу остановиться, чтобы пояснить такую фразу. Наверное, некоторые слышали ее. Выздоровление через обострение. Что же это такое? Вот это как раз и есть демонстрация правоты реки Вега. То есть если мы начинаем очень усердно очищаться, но не совсем правильно, то возможны какие-то осложнения. Вот здесь я рассказывала в своем семинаре, что такой метод очищения организма, как голодание, он небезопасный. И подходить к нему нужно очень, так сказать, дифференцированно. Да, большинство людей, когда начинают голодать с целью очищения своего организма, они оздоравливаются и выздоравливают, и проходят у них там разные заболевания. Но есть небольшая категория людей, которые, начиная голодать, что умирают. Потому что происходит самоотравление организма. Разные методы, в том числе голодания, вызывают активизацию расшлаковки. То есть идет резкое повышение концентрации в крови токсических веществ. И если организм не справляется с выведением этих токсинов быстро, то, к сожалению, организм может погибнуть. К сожалению, и гомеопатические методы лечения сегодня тоже могут давать такую осечку. Когда Ганеман изобретал свою гомеопатию более 200 лет назад, у него не было таких осложнений, потому что, в общем и целом, люди, живущие на Земле, они были менее зашлакованы, чем люди современники наши сегодня. И когда человек употребляет гомеопатические средства, они тоже активизируют расшлаковку. И тоже бывает обострение каких-то там болячек на фоне лечения гомеопатии. Поэтому вот здесь вот очень важно понимать принципы, как происходит зашлакование организма, как происходит его очищение. Ну вот еще момент тоже интересный, который я нашла в одной книжке. Там китайские авторы, они выстраивают некую иерархию из наших органов, выделительных органов, очищающих организм. Они говорят так, что самым главным очищающим органом или системой является мочевыделительная система. Вторым по значимости является кишечник. То есть действительно основной мусор у нас выбрасывается с мочой и скалом. Это все понятно и закономерно. На третье место китайцы ставят дыхательную систему. То есть если какое-то количество мусора накопилось и он не может быть выброшен ни с мочой, ни скалом, тогда организм выбрасывает через дыхательную систему. Это наши сопли, это наша мокрота, которую мы кашляем, и так далее, и так далее. Это третья ступень. А четвертая ступень, там обозначена, это кожа. Если токсины не могут быть выброшены с мочевой, скалом, через дыхательную систему, тогда включается выделительная функция нашей кожи. И у нас могут появляться любые изменения на коже. Прыщики, фурункулы, язвы, все что угодно. Не важно, как они называются. Я считаю, важно понимать, что это чистка через кожу и это признак очень высокой степени и зашлакованности организма. А дальше в этой книжечке написано так, то те токсические вещества, которые не могут быть выброшены уже и через кожу, приводят к смерти. Так, простенько и со вкусом. Понятненько, да? Почему вот я обращаю внимание на эти моменты? Потому что, действительно, когда я пришла к пониманию вот этих принципов, скажем, то мне стало очень просто сегодня лечить любого человека, независимо от пола и возраста, мужчина, женщина, ребенок, старушка там или дедушка, не важно. Потому что в нашем организме принципы-то заложены одни и те же у всех. Если мы их понимаем, то мы можем разобраться, да, что же является причиной болезни, с чем надо работать и как надо работать. И всегда дело заканчивается тем, что я пропагандирую здоровый образ жизни своим пациентам. И только единственные особенности у каждого индивидуальные свои, да, расставляем акценты, уточняем какие-то нюансы. Ну вот, а суть глобально выглядит вот таким вот образом. Но что же способствует зашлакованию, что способствует очищению организма, это огромная тема. Я думаю, что мы ее можем запланировать для следующей нашей встречи. Если есть вопросы, я готова ответить. Хорошо. Давайте посмотрим, какие вопросы к нам приходили. О нашем радиослушателе в очередной раз напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата, который находится на Народном Славянском Радио, на сайте Народного Славянского Радио славомир.орг. Если вы неправильно набираете славомир.орг, тогда воспользуйтесь поисковиком, Яндексом или Гугл, наберите Народное Славянское Радио. Попадете на сайт, там смотрите чат, многофункциональный чат. Зарегистрируйтесь один раз латинскими буквами, логин и пароль себе придумайте и после этого сможете уже полноценно пользоваться чатом, общаться с друзьями, задавать вопросы. Итак, смотрим, что у нас было в чате с самого начала. Наталья, вопрос в эфир. Что, на взгляд Татьяны Алексеевны, изменилось в медицине со времен ее студенчества? К чему привели эти изменения? И что ожидать в будущем? Тенденции, на мой взгляд, плачевные. Специалистов все меньше и меньше. Благодарю за ответ. Наташа, я согласна абсолютно. Тенденция плачевная. Действительно, медицина, поскольку она, как я сказала, лишена реального представления о человеке и о здоровье, она идет в тупик все дальше и дальше. Да, какие-то, как бы сказать, технократические, технологические новшества внедряются все больше. Да, это тоже ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. Это те же пересадки органов и так далее, и так далее. Ну, да, кому-то может быть действительно в безвыходной ситуации это все-таки может оказать помощь, да, но не более того. Не более того. Я-то сторонник все-таки естественной медицины, поэтому я и сказала, что поскольку понимание с коллегами разрушилось до основания, мне пришлось с официальной медициной расстаться. Поэтому, ну, что я могу за нее сказать? Ничего. Я иду другим путем, но я могу сказать, что таких вот врачей, как я, становится все больше. И вот это радует. Это радует, когда люди ищут пути естественного оздоровления, и таких, и людей, ищущих, становится больше, и специалистов становится больше. Вот это слава Богу. Если так у нас будет дальше идти, то я предвижу такое развитие событий. Приходит пациент, доктор говорит, пожалуйста, проходите. Док проходит, посмотрел. Писать умеете? Да. Садитесь, пишите, я вам диагноз буду диктовать. Так, Ингварь, задает вопрос. Вопрос в эфир. Добрый вечер. Существуют различные диагнозы вроде тромбофилии, которые вредно влияют на беременность или даже угрожают ей. Некоторые считают, некоторые считаются неизлечимыми, генетическими и так далее. Возможно ли как-то обойтись в этих случаях без различных медицинских препаратов, которые начинают сразу назначать? Можно ли все-таки избавиться от этих неизлечимых болезней и не находиться под угрозой, что что-то пройдет не так? Благодарю. Спасибо за вопрос. Так, я именно этим и занимаюсь. Я с самого начала озвучила, что натуропатия это та медицина, которая не пользуется лекарственными препаратами. И вот здесь, ну вот я думала, что все-таки вопросы касаемые беременности мы будем говорить позже, но раз есть вопрос, я отвечу. вот я пришла к пониманию того, что любые, как любые заболевания, это следствие зашлакованности организма и лечить надо очищением организма, полная аналогия, любые осложнения беременности, любые осложнения родов, это тоже следствие зашлакованности организма. И поэтому, когда мы занимаемся, вот я не зря занимаюсь группой подготовкой к родам и подготовкой к зачатию, занимаюсь теми женщинами, которые, я считаю, мудрые женщины, приходят ко мне еще до беременности со своими вопросами, со своими болячками, да, и мы занимаемся подготовкой именно очищением организма. И тогда, и тогда наступают совершенно сказочные, так сказать, результаты. Меня всегда очень радует, ну вот, например, такая ситуация, ко мне пришла беременная мамочка, значит, там на этапе беременности где-то примерно 18 недель, у нее патология щитовидной железы, у нее организм вырабатывает к своей собственной щитовидной железе антитела, причем в колоссальном титре, титр это степень разведения, да, чем больше степень разведения и определяются антитела, тем больше, значит, выражен аутоиммунный процесс. И вот она пришла, и у нее там этот титр выражался там в тысячных единицах. Это, конечно, очень печальная ситуация, потому что на ребенка тоже все это влияет не лучшим образом. И когда эта мамочка поняла вот эти все мои принципы, и когда она активно начала заниматься очищением своего организма, естественными методами, не лекарственными, абсолютно без лекарств, вот, через месяц ей назначают контрольный анализ, она его сдает, и приходит анализ, а там антител стало в 100 раз меньше. И она мне со смехом, рассказывает. Говорит, Татьяна Алексеевна, вы представляете, я даю доктору бумажку с анализом, а она ее откладывает и говорит, так, этого не может быть, это ошибка, иди пересдай. Понятно, о чем речь? Понятно. то есть, то есть, действительно, любые осложнения мы можем вылечить, очищая свой организм. А для беременных это особенно важно, потому что, конечно, никаких лекарств мы применять не можем. В отношении вопроса про тромбофилию, это непростой вопрос, и вот здесь я всегда говорю, здесь нужно индивидуально. Нужно мне, чтобы человек, у которого эта проблема, да, пришел на консультацию, заполнил мою колоссальную анкету. Я же сказал, что я задаю там тысячи вопросов, прежде чем давать советы и рекомендации, да, и мы находим причины, почему у человека происходят вот эти изменения в организме, и тогда уже мы понимаем, над чем нам надо дальше работать, чтобы избавиться от этих отклонений. Вот. Так, следующий вопрос от Данила. Вопрос в эфир. Имеет ли, Татьяна Алексеевна, опыт акушерской практики рождения детей в воду? Если да, то каким физико-химическими свойствами должна была быть вода для улучшенного появления новорожденного? Благодарю за ответ. Да, хороший вопросик. Имею такой опыт, имею, да. Несмотря на то, что проработала 32 года в различных родильных домах, вот, когда я рассталась с официальной медициной, да, я соприкоснулась и с водными родами тоже. То есть, ну, мои отношения к водным родам такое, что здесь желание самой рожающей женщины на первом месте. Мне говорят, как лучше, я говорю, как тебе лучше, так и лучше. А мне все равно как. Я готова, так сказать, в любых условиях ребеночка, ребеночку, так сказать, ну что, я не помогаю, я его не трогаю. Роды без рук это вообще идеальные роды. Он сам должен родиться. Если мы в воде рожаем, то он должен сам выплыть. Какая должна быть вода самая обыкновенная, смотря где вы живете. Я не знаю, где вы живете. Если мы говорим о городе Санкт-Петербурге, где я живу, то у нас водопроводная вода вполне пригодна для ванны, для бассейна, в котором рожает мамочка. Для питья она абсолютно непригодна. Нужно ее либо очищать, либо какие-то другие, так сказать, варианты подбирать. А для родов в воде обыкновенная вода, просто нормальная, чистая вода. И все. Каких-то там добавок, там соли, соды, там травки, я не использую. Я не вижу в этом целесообразности. Просто потому, что по-разному роды протекают. Бывает, что женщина находится в этой ванне несколько часов, вода остывает, мы ее заменяем, там спускаем, заливаем. Если там какие-то выделения появились, то опять же мы ее меняем, эту водичку, то есть там даже некогда думать о каких-то там моментах. Просто вот мы ее используем. Если мы рожаем где-то в том месте, где нет водопровода, ну у меня были такие случаи, скажем, в условиях дачи рожали, там бассейн надували, ну из колодца воду наливали просто. Ну то есть вот просто обычная вода. Никаких специальных требований к воде нет. Она должна быть просто чистая и теплая, комфортно теплая для ощущений женщины. При этом одной чуть-чуть похолоднее хочется, а другой чуть-чуть потеплее хочется. И я тут не ставлю никаких ограничений. Я всегда говорю, слушайте свое тело. Вот то, что для вас комфортно, то и хорошо. И для мамы хорошо, и для ребенка хорошо. Тоже хочу прочитать одну из наших древностей. Замужняя женщина из любого рода великая раса рожала ребенка в большой купеле, сготовленной из дуба или березы, в воде. Ибо, переходя из внутриутробной воды, среда в воде внешнего мира, дитя чувствовало себя более спокойно и комфортно. Чтобы матери было легче рожать, дитя купили, помещали в хорошую истопленную баню. Не жарко истопленную, а хорошо истопленную. Чтобы священный огонь и банник всегда могли прийти ей и ребенку на помощь. В бане роженицы распитали волосы, по углам ставили раскрытые сундуки. Но самое главное в том древнем обряде было то, что родившееся дитя принимал его родной отец. Этот обряд был, по сути, заключительным актом сотворения нового человека от его зачатия в любви и до его рождения. Древний обряд, как бог-творец, отец получал прекрасный цветок, созданный новой жизнью дитя, выросший из его семени благотворной почвы матери. Вот такое интересное описание. Дальше. Данил. Дополнение к комментарии. Любовь – это то, ради чего и из-за чего сюда приходят учиться. Это многомерный образ качества сущности, земного и небесного плана, хотя все сути едино, что включает в себя съесть между личностями и сущностями в виде чувств, почтения, уважения и тому подобное. Хотя нет слов, чтобы описать истину любви, ее надо чувствовать, переживать, жить. Спасибо. Чудесное дополнение. Мне понравилось. Благодарю. Мне тоже. Дальше. Михаил. Вопрос в эфир от Михаила. Татьяна Алексеевна, как снять с наших милых девушек последствия общения с медициной в прошлом, исходя из сегодняшних практик по восстановлению здоровья и созданию благодатного потомства? Это сложный вопрос, но важный вопрос. А никто легкой жизни не обещал. Ну да. Так вот я и говорю, что вот вы видите, как я выстроила первую тему нашей встречи. Сначала психология, потом физиология. Так это действительно вопрос номер один. Поскольку психологическую травму все мы получили. Я считаю, что все современные люди жители нашей страны и других развитых стран, которых мама вынашивала во время беременности, вместо того, чтобы любить общаться с малышом, ну так конспективно выражаясь, мама ходила на работу и думала о работе. И только в декретном отпуске наконец-то, облегченно вздохнув, начинала заниматься своим ребенком, своей беременностью. Не совсем так. Некоторые женщины говорят, вот из-за тебя мне дома приходится сидеть. Сейчас бы ты сидел там на работе. Такие тоже я встречал. Это еще хуже. Да. Ну, во всяком случае, вот это уже психологическая травма для любого ребенка, когда мама не обращает по незнанию, не ведаем, что творим. В родах, когда я работала в роддоме, я очень много слышала таких, например, восклицаний. Ой, как мне больно. Сделайте что-нибудь. Я больше не могу. То есть, опять же, мама, так сказать, думает о себе, беспокоится о себе. Меньше о ребенке. Ну, и когда ребенок уже родился, тоже вот сейчас какой-то идиотский сериал запускают. Говорят, раньше я очень хотел ребенка, теперь я очень хочу спать. То есть, это идет... Кстати, вот хотел тоже сказать. Я совершенно случайно включил телек вечером и увидел вот это начало. Мне захотелось где-то достать пистолет просто и найти того, кто придумал этот сериал. Вот честно говорю. Потому что более разлагающего действия на мозги современной молодежи я еще пока не встречал. Вот именно с точки зрения продолжения рода. Это твари, конченые твари так могут делать такую дрянь. Вот именно. И к большому сожалению, да, вот эта вся вот такая наша современная жизнь, она к тому и идет, что действительно мозги у наших современных молодых женщин, которым предстоит материнство, они не туда повернуты. И следующий очень тяжелый момент. Это вот инстинкт материнства. Я там в лекциях тоже рассказывала об этом. Значит, сначала американцы поставили эксперимент на обезьянах, а потом наши исследователи в Сухумском заповеднике обезьянники в свое время, в советскую эпоху, тоже его повторили, получили такой же результат. Значит, если вот обезьяна рожает детенышей, и этих детенышей сразу от мамы отделяют, то что дальше с ними происходит? С ними происходят очень интересные процессы. Значит, самочки растут довольно агрессивные, потом, когда взрослеют, не подпускают самцов. Самцы растут трусливые, не обращают внимания на самок, когда уже начинается возраст половозрелый. У них отсутствует четкое разграничение, так сказать, живых и неживых каких-то вещей, там, скажем, или субъектов, или объектов. У них нарушено вот это различие. и когда наступает уже половозрелый возраст, и надо бы уже заниматься воспроизведением потомства, то вот эти вот оторванные от матери сразу при рождении обезьяны, они как-то и совсем этим не занимаются. Тогда экспериментаторы делают искусственное обсеменение, оплодотворение этих самочек. Дальше что происходит? Дальше происходит тоже очень потрясающие вещи. Примерно одна треть этих самочек у них беременны заканчиваются выкидышем. И это подтверждает то, о чем я тоже рассказывала в своих лекциях. Главная причина выкидышей – это мамины мысли, эмоции и чувства, мамина голова. Эти обезьяны, которых от мамы оторвали, они сами уже не мамы, у них отсутствует, у них уничтожен родительский, материнский инстинкт. И поэтому там огромное количество выкидышей. Но даже те обезьяны, которые донашивают свою беременность и рожают своих детей, они с ними обращаются как с неодушевленными предметами. Могут раскусить голову, оторвать лапу. Ни малейшего проявления заботы о своих детенышах у них нет. То есть вывод сделан какой? У обезьян в первом же поколении после депривации так называемой отлучения ребенка от мамы родительский инстинкт погибает пол настью. То, чем занимается у нас роддомах. Вот сейчас уже перестали, но поздно. 70 лет-то это было. Как минимум три поколения прошло через эту депривацию. И вот этот материнский инстинкт уничтожен. У кого больше, у кого меньше. Вот с этим что делать? Большой вопрос. Но, как я сказала, пока человек жив, он может выздороветь. Поэтому вот эта вот разъяснительная работа, вот это вот распространение информации о том, что с нами сделали и как нас уничтожают. Это геноцид. Это одна из разновидностей геноцида уничтожения нас на земле. Если мы придем к пониманию этого и будем над собой трудиться, а я вижу очень много молодых женщин, которые приходят ко мне со своим вопросом, и когда я им эти вещи объясняю, у них такие глаза сначала квадратные, а потом уже такие сверкающие. Я поняла, в чем мои проблемы, я поняла, что мне надо делать, и я очень радуюсь за них. Но есть, к сожалению, женщины, которые этого не понимают. Ну, свою голову на чужие плечи не пришьешь. И, к сожалению, мы можем тоже в разных передачах слышать о том, что мама выбросила ребенка на помойку, выбросила в туалет, там еще туда-сюда. Это следствие уничтоженного материнского инстинкта. Ну, вот так. Я вот вспоминаю фильм, такой старый был, с папаном, кажется, «Дети Дон Кихот» он назывался. И вот там как раз доктор, который работал врачом в роддоме, собирал детей, и он все время пытался матери объяснить о том, что ну как же ты потом жалеть будешь и так далее. А вот сейчас я так вот слушаю и, в общем-то, хочу сказать, доктора, так вы же в первую очередь сами-то на это и влияли. Вы? Ну что ж, сейчас мы прерваемся на музыкальную паузу, дальше продолжим тему разбирать. ПЕСНЯ В эфире Народная Славянская радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. 8 декабря 2015 года, вторник, по одному из современных календарей. 37 день месяца новых дорог 7524 лета, третейник, по одному из старинных календарей. Готовимся к жизни. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главная соведущая Малышева Татьяна Алексеевна. Мы продолжаем зачитывать вопросы, которые наши радиослушатели задают в чате Народного Славянского радио. Кто еще не с нами, тот много чего теряет, потому что вы не только можете вопросы задавать в эфир, тем самым улучшая качество эфира, но еще и можете общаться со своими друзьями. Наталья задала вопрос следующий. В современной медицине много информации, направленной на запугивание и развитие страха в человеке. Женщины в период ожидания первенца не исключение и часто манительные. Я рассматриваю категорию женщин, которые воспитывались в традиционной советской семье, где роды – это боль. Как оградить от заведомо негативной информации женщинам? Ну, здесь все правильно. В советскую эпоху роды действительно представляли из себя боль. Но если мы опять же отойдем немножко в сторонку и взглянем на этот процесс, как он проходил, скажем, до появления родильных домов в домашних условиях и как он стал происходить в родильных домах. В домашних условиях женщина находилась в комфортной обстановке, в окружении близких людей, которые ей помогали, сочувствовали, так сказать, сопереживали и так далее. А в роддом себе легко представить. Вот приходит человек в чужое помещение, где он никогда не был, ничего не знает. Общается с людьми, которыми он никогда незнакомый, никогда не видел. Любое незнакомое, новое, что пугает уже страхи. Заходит женщина в родильное отделение, а там в предродовой палате 10 коек было всегда, то есть там 6-7-8 коек уже занято, и какие-то тетки орут. Конечно, это страшно. И, конечно, вот эти страхи, они, как бы сказать, накапливались, они записывались в подсознание этих женщин, передавались в подсознание ребенка. Так вот, как я рассказывала в своих лекциях, как степень зашлакованности передается из поколения в поколение, и степень зашлакованности организма ребенка такая же, как организма матери на момент рождения ребенка. Так вот здесь я пришла к пониманию, как акушер именно, что ребенок с мамой считывает информацию не только по физиологии тела, но эмоции он маминно считывает. Так вот, если у нас из поколения в поколение, ну, как минимум три поколения в советскую эпоху родились в родильных домах в ужасе и страхе, так это же тоже все передается и накапливается в подсознании, да? И, к сожалению, действительно, вот эти вот базовые перинатальные матрицы, наполненные страхами, они сегодня загружают голову подавляющим большинству женщин. Значит, здесь мы можем только действовать через свой интеллект. Не зря нам дала природа кору головного мозга. Если уже природные процессы не работают, если мы довели себя до такого состояния, что не даем им работать, а существует очень много природных процессов, направленных на обезболивание родового процесса. Значит, если мы их, сейчас к ним вернусь, значит, если мы их уже, так сказать, все разрушили, тогда приходится действовать через свою кору, через понимание. перепрограммировать можно любой мозг. Я говорю, у нас на плечах растет обыкновенный компьютер. Компьютер был сделан по принципу работы головного мозга. Какую программу поставишь, так и работает. Поставишь программу роды больно и будет так работать. Поставишь другую программу, будет работать по-другому. Но не надо думать, что это просто. Это огромная работа. Это аутотренинг, это самовнушение, это аффирмации, это терпеливая и длительная работа. И те женщины, которые трудятся над собой, результат, в конце концов, получают очень хороший. И у меня уже целый ряд был таких девочек, которые четко мне, когда начинаешь расспрашивать, беседовать с человеком, рассказывают, да, с детства мама пугала, роды это так больно. И бабушка говорила, роды это наш крест, это мы женщины, бедные и несчастные, рожать так больно и так далее. Это действительно имеет место быть. Но когда начинают правильно работать со своим, так сказать, разумом, женщины беременные или женщины, которые еще готовятся к зачатию, то результат получается. И получается даже очень здорово. А какие природа заложила нам возможности, таки действительно они существуют. У нас есть в организме, в голове железы внутренней секреции, которые вырабатывают гормоны радости эндорфина, наверное, вы слышали. И эти же гормоны являются обезболивающими средствами. Так вот, уже рассказывает Мишель Аден, что в процессе родов повышается уровень эндорфинов в организме. Природа-то очень мудрая. Но, но, опять же, гормональная наша система это наша эмоциональная жизнь. А если наша эмоциональная жизнь началась в роддоме страхи, потом мы живем в Советском Союзе, где нам обещают светлое будущее, а настоящее, наше печальное, да, жить негде, есть нечего и так далее, работа копейки, зарплата и все прочее, да. Конечно, мы и к родам подходим, у нас мизер этих эндорфинов вырабатывается. Так вот, я пришла к пониманию и обучаю своих девочек беременной группе, которые готовили к родам, надо тренировать систему эндорфинов. А она, оказывается, активизируется очень просто. Если мы занимаемся физкультурой, активизируется выработка эндорфинов. Если мы занимаемся дыхательными упражнениями, очень активизируется выработка эндорфинов. Так почему бы нам не подготовиться, не потренироваться, не повысить, так сказать, активность своей вот этой системы. Если знаешь, если делаешь, результаты получаются. И очень рекомендую. У меня на сайте библиотеки висит книжечка Наталья Правдина. Мой ребенок, будущий миллионер. Я считаю, что эту книгу надо читать всем женщинам, беременным как минимум и тем, которые готовятся к зачатию тоже обязательно. Там как раз автор рассказывает великолепнейшим образом о том, в каких эмоциях необходимо прожить маме беременность, чтобы ребенок родился здоровым, счастливым. Миллионер не в смысле денег, а миллионер в смысле человеческих возможностей. Я считаю, что очень замечательная книга и очень полезная. Рекомендую. Выходите там, на сайт смотрите, читайте, знакомьтесь и тренируйтесь, и перепрограммируйте свой компьютер на плечах на позитив, как я говорю, с негатива, на позитив. Немножко информации по родильным домам, чтобы так в голове у наших родислушателей что-то выстроилось. Первый родильный дом, родильный госпиталь в Москве, да и в России, был открыт в 1764 году при воспитательном доме и имел всего-навсего три отделения. Для секретно родящих, для рождающихся незаконных детей и для женщин, замужних, но желающих оставить ребенка, в смысле, не желающих себе оставить, оставить там. Дальше, в 1801 году был открыт институт при родильном госпитале всего-навсего на три кровати. Первый городской родильный приют с бесплатным приемом рожениц был создан в 1880 году, в 1903 году в Москве было 12 родильных домов, всего-навсего на 138 кроватей. В 1906 году открыт образцово-показательный родильный дом на номер 6, который называется теперь, там была и женская, и детская консультация и так далее, и так далее. И, в общем, докатились до чего? После того, как Россия стала советской, то вот до 1917 года родильные дома могли принять лишь около половины рожениц, остальные рожали дома. Значительный рост в сети родильных домов произошел после постановления в ЦИК и СНК СССР о запрещении абортов. Это 1936 год. И вот к 1995 году прошлого века в Москве было уже 22 родильных дома, 5,5 тысяч акушерских и 4 1400 гинекологических коек, что полностью удовлетворяло потребности населения города. То есть конверт был настроен к тому времени уже полностью и удовлетворял всех. Вот так развивалось. То есть вы можете посмотреть за два века какой скачок и, в общем-то, первые родильные дома, которые, как называются родильные дома, они не были родильными домами, это были экспериментальные обучающиеся, обучаемые такие места, где студентов водили и показывали, как там, что происходит. Вот для этого. То есть туда попадали совершенно люди необеспеченные или блудливые или гулящие. Даже где-то ходила такая байка, что на Руси первый роддом был создан по указу Николая II в 1897 году, дабы женщине легкого поведения не рожать и на улицах. Вот такая ситуация. Так что когда вы идете в роддом, вы должны помнить первое историю роддома, во-вторых, вы должны понимать, где находится роддом. Роддом находится в больнице. В больнице слово боль, болезнь. А теперь задайте себе вопрос, если бы за многие тысячелетия существования здесь людей нашего рода, за многие сотни тысяч лет, я бы так сказал, существования людей нашего рода, мы бы все болели, рожая, то в том случае вопрос, а дожили бы мы до этих несчастных времен, когда нам говорят, что рождение и беременность это болезнь. Ну да. Хорошо, продолжаем дальше. Бытует мнение, что сопли это внутренние слезы. Так ли это? Задает вопрос Наталья. Сопли, внутренние слезы. Наверное, так с лету я бы сказала, что я не согласна с таким предположением сопли, внутренние слезы. Хотя с другой стороны, конечно, и да. Но вымывают же, правильно? Мы же говорим о том, что любые симптомы любого заболевания вторичны. Первичны какие-то эмоциональные проблемы, стрессы, да. Поэтому с этой стороны да. А с той стороны, что я рассказывала про очищение организма, что когда не может быть мусор выведен через мочу и кал, он выводится через дыхательную систему, те же сопли и кашель, мокрота, то это говорит просто об очень большой степени зашлакованности организма. Поэтому надо заниматься его очищением. А параллельно нужно прорабатывать вот эти вот негативные какие-то эмоции установки в своем подсознании. Потому что если мы просто вылечим нос, так сказать, избавим его от соплей, то причина-то остается, те переживания, которые записаны в подсознании, если мы с ними не будем работать, то сопли будут очень регулярно возвращаться. Хорошо. Следующий вопрос Михаил задает. Какие травы и отвары помогают женщинам в естественных родах? Ну, если мы будем говорить о травах, это очень интересная тема, очень большая тема и очень противоречивые высказывания, в частности, в интернете можно найти. Значит, мое отношение к ним, к травам вообще сначала, а потом и в родах. Когда я училась в институте, нам говорили, что всякие знахари, всякие цилизи или всякие траволечения, это лабуда, это дремучесть наших, так сказать, крестьян и так далее. И нам действительно вбивали в голову, что все это не нужно, все это вредно, все это не работает и так далее. Вот с таким багажом я, так сказать, вышла из института. Но жизнь, она учит. И то, что когда я себя сама вытаскивала из инвалидности и пробовала многие травы, и вот в частности любимый мой сбор зверобой ромашка тысячелистник уникальный, потрясающий, я немного рассказывала там на лекциях, на семинаре на своем. Помог мне, вот реально помог улучшить свое самочувствие, когда я еще была инвалидом, да, и отойти от лекарственных препаратов. Я задумывалась, так сказать, об этом, да, и стала глубже копать и изучать. И в конце концов я пришла к пониманию вот такой вещи. Раньше, в прошлом, люди в пищу употребляли огромное количество растений. Вот в одной обзорной статье в интернете я нашла по питанию, да, я нашла такие цифры, там автор пишет, что пять тысяч лет назад люди употребляли в пищу 3500 наименований растений. 3500 наименований растений они кушали. А мы сегодня сколько растений кушаем? Укроп, петрушка, сельдерюшка, морковка, свекла и все. Вы понимаете, десять пальцев хватит, чтобы все пересчитать. То есть получается, что мы сегодня недополучаем с пищей огромного количества каких-то необходимых веществ. Это первое. Второе. Значит, очень такой важный момент в траволечении говорится о том, что человеку лучше помогают те растения, которые растут в его родном регионе, чем какие-то заокеанские. Я имею в виду современную систему БАДов. Биологически активные добавки, которые производят из растительного сырья. Я очень позитивно отношусь к БАДам, но только к нашим отечественным. Ни к заморским, ни к американским, ни к китайским, ни к каким другим. К нашим отечественным очень положительно отношусь. Да, действительно, это как к стелину, они очень здорово нам помогают. Потому что уже и физики там на одной конференции, я много ходила на всякие конференции к физикам, к химикам, к биологам. Я собирала информацию очень долго. Так вот, услышала такую замечательную фразу, что химический состав почвы, воды, растений в одном регионе, да, идентичны. И человеческого организма тоже. Поэтому именно свои родные травки для нас самые лучшие. Понятно, да? Чем ближе они растут к моему месту рождения и месту жительства, тем эта трава для меня более полезная. Вот эти глобальные принципы тоже очень важно понимать. Ведический принцип, он говорит о том, что есть малая родина, есть большая родина, есть держава. Так вот, малая родина, это то, что человек может пройти за сутки в одну и в другую сторону. И вот в этом месте как раз необходимо собирать травы, необходимо собирать плоды для, пить воду для того, чтобы здоровым жить и быть. И вот здесь это нисколько... Да, нисколько здесь это не противоречит. Все верно, я считаю, что это правильно. Да, 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 да. Поэтому, задавая такой вопрос, нужно все это иметь в виду. Где вы живете, какие травки у вас там растут, да? Вот. Значит, из тех трав, которые я рекомендую в родах, я на первое место ставлю мою любимую крапиву. Почему? У крапивы очень широкий спектр действия. Она и как источник витаминов, она и кровоостанавливающим действием обладает, она и обладает действием, стимулирующим лактацию. Когда женщина рожает, там возникают две позиции, да, кровопотеря в родах, и крапива способствует уменьшению кровопотери. А после рождения малыша прикладывают к груди, и там должно быть чего ему покушать, да. Поэтому вот эти действия крапивы, они замечательные. И я рекомендую, крапива растет в нашей стране, по крайней мере, во всех регионах. Поэтому собираем свою местную крапиву и пьем, и во время беременности, и во время родов, и после родов. Когда бывают эпизоды, что как-то уменьшается количество молока, у женщины разные причины могут быть, мы сейчас не на эту тему говорим, но если вдруг количество молока уменьшается, то именно когда мама начинает пить крапиву в большом количестве, она стимулирует лактацию и восстанавливается нормальной грудной скарминей. У меня тоже таких уже, женщин в море. Что еще очень хорошо, но уже в послеродовом периоде, после рождения малыша и плаценты, можно использовать травки, которые способствуют сокращению матки. Это водный перец, пастурщая сумка. поскольку сегодня жизнь наша гиподинамична, поскольку и активность сокращения матки после выхода ребенка, когда рождается плацента, и после выхода плацента, иногда бывают слабоватые схваточки, и может это способствовать увеличению кровопотери. Поэтому вот здесь крапивка работает очень хорошо тоже. Вот. То есть вот эти, ой, оговорилась. Эти сокращающие травки, они помогают нам предотвратить вот эту вот избыточную кровопотерю в родах. Ну и очень хорошо восстанавливают силы. Дело в том, что роды проходят по-разному у разных женщин. Физически наши женщины сегодня тоже, можно сказать, на разном уровне. И люди, которые преимущественно часть своей жизни просидели за столом, это и в садиках рисовать учат, и в школе писать заставляют за партой, и на работе сидим за столом с компьютером работаем, да. То есть мышечная система и вообще все органы и системы начинают, так сказать, барахлить. И бывает, что, ну роды же, как мы знаем, это процесс неминутный, он многочасовой. И бывают ситуации, когда вот уже роды к концу подходят, надо тужиться, нужны силы, а мамочка говорит, все, у меня нет сил даже стоять. И, так сказать, роды заканчиваются в той или иной лежачей позе. Вот. Тогда очень хорошо восстанавливают силы. Ну, такие вот биостимуляторы наши, как, это самое, чага, да, мед, лимон. Вот такие вот вещи, они очень хорошо помогают в восстановлении сил после рода. Ну, и можно использовать любые другие травки, да. Травки, которые содержат витаминные комплексы. Ну, тот же наш Иван-чай, пожалуйста, да. Та же ромашечка. То есть, когда женщина говорит, вот я люблю вот такой чаек, я смотрю на состав, пей, ради бога, хочется, нравится, на здоровье. И в родах пьем, там, и во время беременности пьем. К сожалению, очень много информации, ошибочной, я считаю, что вот такое-то нельзя беременным женщинам. Нет ни одной травы, которой нельзя бы было пить беременную женщину. Ну, кроме вот этих, которые матку сокращают. Эти я исключаю, конечно. Если мы знаем, что они сокращают матку, то зачем их пить во время беременности? Нелогично. А все остальные травы, любые, пить можно и нужно. Вот тот же зверобой ромашку тысячеристник, который я озвучивала, очень многие мне спрашивают, а написано, что нельзя? Я говорю, бумага все терпит. Мой опыт показывает, очень многолетний опыт. Я пою этими травками беременных женщин и после родов, если надо, и пьют они прекрасно, у них все нормализуется. Никаких вредных воздействий от этих трав я не наблюдала ни одного раза. Вот так. Хорошо. Вопрос от Степана. Какие есть курсы у вас в центре и какие расценки по курсам? Вопросы расценков, как бы сказать, я в эфире обычно не люблю озвучивать, потому что, если честно сказать, практика домашнего кушества преследуется. По большому счету. Вот. Но я не говорю о домашнем кушестве, я говорю о подготовке. Значит, курсы, которые я провожу, выглядят таким образом. Значит, мы два раза в неделю встречаемся с женщинами в озерках. Я арендую там площадь. Ну вот. И занятие проходит четыре часа. Первая половина, два часа, это движение, дыхание, расслабление. Вторая половина, теория. Ну вот. Стоимость четырехчасового занятия до сегодняшнего дня тысячи рублей. Оплата по факту на занятия. Цикл теоретических лекций рассчитан на десять недель, двадцать занятий. И все эти двадцать занятий разные темы, разные упражнения, психологические. А потом по кругу они повторяются. На эти занятия приходят и беременные женщины на любых этапах беременности. Приходят женщины, которые готовятся к зачатию. Очень хорошо, когда женщина начинает готовиться еще до беременности. А потом вся беременность продолжает вести здоровый образ жизни, следуя принципам, которых, ну я надеюсь, мы в следующий раз будем говорить сегодня, мы не втисним эти все информации. питание, вода, движение, закаливание. И тогда действительно мы результаты в родах получаем замечательные. Ну что ж, может быть мы сейчас прерьемся на музыкальную паузу и дальше продолжим начать на вопросы от наших радиослушателей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио 8 декабря 2015 года вторник по одному из современных календарей по одному из старинных 37 месяцев новых дорог 7524 лет Третьейник. Готовимся к жизни. Такова наша тема живого эфира. Малышева Татьяна Алексеевна, главная соведущая, отвечает на вопросы, которые наши радиослушатели уже успели задать в нашем чате. Напоминаю, что чат работает на Народном славянском радио slavomir.org Для этого достаточно вам набрать в поисковике в любом Народное славянское радио, нажать кнопочку Enter или мышкой кликнуть, вы окажете на нашем сайте. Дальше ищите слово чат и после этого ходите. Если еще не зарегистрировались, то, пожалуйста, в латинице и придумывайте логин-пароль. Не забывайте его. Это делается один раз и после этого вы можете задать вопросы, общаться с нашими радиослушателями, со своими друзьями. Смотрим дальше. Вопросы Степана мы озвучили, ответили. Дальше. Радослав. Доброго здравия. Вопрос в эфир. Расскажите о стафилококе. Какая есть практика избавления от него? Возможно ли его победить, если он с рождения? Рожали в роддоме, осложнений не было, пробовали пить фаги, но эффект временный. Благодарю. Ну, как я уже сказала, для того, чтобы давать рекомендации по поводу какого-то заболевания, какому-то человеку нужна индивидуальная консультация. Я могу озвучить только, как бы сказать, общие позиции, да? Ну, первое, когда прозвучало слово стафилокок, я вспомнила одну интересную вещь. Я слушала лекции профессора-микробиолога из Московского университета. Давно уже, больше 10 лет назад это было. Но она сказала вещь совершенно для меня очень важную, удивительную на тот момент, очень важную, а теперь очень понятную. Она сказала, что стафилококки всегда в роддомах жили, живут и будут жить. Почему? А потому что, если смотреть с точки зрения, так сказать, энергетической, или, так сказать, волновой, вибрационной и так далее, то именно энергия страха это самая лучшая среда обитания для стафилокока. Понятно, да? Поэтому сколько бы не мыли всякими химическими растворами эти бедные роддома, а их два раза в год моют, один раз капитальный, один раз, так сказать, полегче обработка идет, вот все равно стафилококки были и будут именно потому, что пока мы не изживем страхи, мы не изживем стафилококки. Поэтому, если задать вопрос мамочке этого ребенка, да, были ли страхи, думаю, что скорее всего были, да, и это способствовало проникновению стафилококков в организм малыша. Второе, это состояние нашего иммунитета. То, что, как бы я планировала на следующей встрече, но начнем немножко сегодня. То, что наш иммунитет у современных людей опустился уже, так сказать, как я выражаюсь, ниже плинтуса, да. Иммунная система, это понятие очень сложное, огромное и очень емкое. Функция иммунной системы не только защита нас от микробов, глобальная функция иммунитета, это управление организмом во время адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Да. А мы знаем, что те органы, которые не работают, они атрофируются. Как меняются условия внешней среды у современного человека? Никак. Мы себе создали дома, в которых провели отопление, и температурный фактор, в котором мы живем, он у нас стабильный. Летом, и зимой, и днем, и ночью. Температура одна и та же. Нам не нужно адаптироваться, как если бы мы жили на природе, да, без отопления. И зимой, и летом температура разная, и ночью, и днем температура разная. И наш иммунитет все время тренировался, да. А поскольку он тренировался, то и микробы для нас были не страшны. А поскольку теперь мы живем в термостате, условно, да, можно назвать нашей квартирой, то постольку потихонечку иммунитет атрофируется, причем это уменьшение, ухудшение состояния иммунитета также наследуется, как и степень зашлакованности. И поэтому современные дети в огромном количестве, да, попадая в условия родильного дома, где этих стафилококков, видимо, невидимо, этого микроба, так сказать, приобретают. Поселяется он в организме. Дальше, следующий момент. Я пришла к пониманию, это моя личная точка зрения, хотя она совпадает теперь уже со многими другими, которые я встречаю и в интернете, и так, что любые паразиты, а микробы – это одни из паразитов, живут в организме только при том условии, что им там хорошо жить. Хорошо жить, когда им есть, хорошо кушать. А чем они питаются? Они питаются как раз токсическими веществами, от которых наш организм должен был бы что? Избавляться. А он их накапливает. Поэтому, опять же, причина та же банальная. Присутствие любых микробов, болезнетворных в нашем организме, это следствие зашлакованности. Поэтому, для того, чтобы избавиться от этих паразитов, от любых паразитов, нам нужно очищать свой организм. Вот и все, что я могу сказать общее. А в частности уже, нужно тогда выходить по интернету, я консультирую нагородних, с любых городов и даже стран мира, наши русскоговорящие девочки ко мне обращаются. Вот скайп очень могучая вещь. По скайпу я консультирую индивидуально. Можно написать мне письмо. Я вышлю анкету со своими тысячи одним вопросом. Нужно будет ее заполнить, мне прислать, а потом выйти на связь и мы будем обсуждать конкретную ситуацию конкретного ребенка. И пока... Да, в общем, это очищение организма, это закаливание малыша. Вот это путь универсальный, он работает. И пока вы будете эти ответы давать на тысячу один вопрос, тысячу одну ночь у вас пройдет, вы уже будете к этому моменту здоровы. Микромы поймут, что вам им тут делать нечего. Хорошо, идем дальше. Ингвар. Вопрос эфир. Мы с женой живем не в Санкт-Петербурге, как в таком случае можно воспользоваться вашей помощью? Съездить несколько раз одно, но часто-то не получится. Уже, наверное, ответили. Интернет вам в помощь. Да, да, да. Дальше. Самосудов Игорь. Несколько вопросов в эфир. Первый. Осложняет ли домашние роды косой и скрученный таз женщины? А почему домашние? Любые роды. Правильный вопрос. Очень актуальный вопрос. Я сейчас очень, так сказать, глубоко копаю этот вопрос для себя. Я его изучаю, потому что я просто невооруженным глазом вижу, насколько перекошены все сегодня женщины. И сколиоз, искривление позвоночника, и кривые тазы, и дети, которые рождаются через эти тазы с большим трудом. У них голова имеет очень часто форму, как бы это сказать, форму банана, скрученного как винтом. Это действительно меня удивляет. и действительно заставляет думать о том, а что же делать? Ну, что же делать? Вот думаем, решаем. Тут много, так сказать, нюансов. Природа создала таз женский тоже очень мудро. Там есть три полусустава, лонное сочленение и подвздошно-крестцовое сочленение, и под действием моря гормонов, которые вырабатываются в организме женщины во время беременности. Все суставы размягчаются, но главная задача размягчения вот этих суставов, чтобы тазик, чтобы его кости стали хоть чуть-чуточку, но более подвижными, чтобы малышу можно было протиснуться через этот очень-очень узкий родовой канал. Ну, а что способствует опять же более жесткому состоянию этих суставов? Это зашлаковывание, в том числе дефицит воды. А что способствует размягчению это очищение организма? Возвращаемся к началу нашему эфиру. Да, я как заезженная пластинка всем об одном и том же объясняю. Ну, хорошо. Расставляю свои акценты. Второй вопрос здесь, серия вопросов. Второй вопрос. Диагностируется ли такой таз в процессе подготовки к домашним родам? Если да, то как, кем и где? Значит, я пришла к пониманию очень важного момента, что действительно современным женщинам, я уже рекомендую всем без исключения, перед родами полезно пройти через руки, есть много методик, которые люди руками работают, да, это костоправы, это остеопаты, это мануальные терапевты, они все называются по-разному, но они все работают руками, понятно, о чем идет речь, да, но, к сожалению, специалисты очень разного уровня. Я вижу по результатам, когда ко мне женщины приходят от одних, от других, от третьих, я вижу, что очень разный результат. Есть специалисты, очень грамотные, которые действительно реально помогают хорошо, а есть специалисты, которые ручками помахали, денежки сняли, а толку никакого нет. Поэтому здесь уже, вот нужно, так сказать, искать самостоятельно, вот, но пройти через такие руки во время беременности, причем я рекомендую не спешить в начале беременности, потому что вот этот процесс, о котором я сказала, размягчение суставов, он идет постепенно на протяжении беременности. Если идти к такому специалисту на ранних сроках, а предположим, там девочка в детстве упала, там на коньках или на лыжах, копчик свернула, да, его надо ставить на место, его надо выправлять обязательно, иначе это будет помехой в родах. Вот. И это будет болезненная процедура. А по мере того, как все суставы размягчаются, то уже во второй половине беременности та же процедура будет намного легче в плане ощущений вот таких субъективных, да. Вот. Поэтому я действительно, все женщины беременные, которые попадают в поле моего зрения, я всем рекомендую. Ну, здесь, в Питере, у меня есть определенные специалисты, которых я хорошо знаю, уважаю их труд и рекомендую их своим девочкам. Но если вы в другом городе, то ищите сами. Третий вопрос. Является ли такой и та женщина противопоказанием к родам домашнему? Прям такой человек, очень конкретный. А какой такой? Скрученный, имеется в виду, про который мы говорили. Так они все, у всех женщин скручены в разной степени. Тут надо говорить о степени, не о скрученном тазе. Сегодня нет ровных тазов. Симметричных тазов сегодня нету. Я уже специально рассматривала всех женщин, перестала рассматривать, потому что ни одного ровного, симметричного таза нет. Любая женщина, встаньте перед зеркалом, посмотрите на свои вот эти вот косточки, которые вот тут торчат, вот это ости таза, так называемые. И вы увидите, что они на разной высоте находятся. У всех абсолютно поголовно, без исключения. Повернитесь спиной, посмотрите там кто-то другой на позвоночник, и вы увидите, что буковкой С больше или меньше. У всех искривленный позвоночник. Так куда от этого деваться? Перестать всем вообще дома рожать? Да нет. Готовиться нужно. Ведь здесь же речь идет о чем? Очень много при входящих обстоятельствах. Если таз немножко перекошен, как у всех, здесь ведь еще играет значение вес ребенка. Одна рожает 2 800, другая 3 500, а третья 4 800. Так вот, если 2 800 и 3 500 через такой таз легко пройдут, а 4 800 не пролежет, так тут уже мы по ситуации нужно оценивать картину целиком. Целостный подход должен быть, понятно, да? А так просто по одному тазу, ну что я могу сказать? Ничего не могу сказать. Хорошо. Дальше четвертый вопрос. Обязательно ли такой таз расправлять при планировании беременности? Каким методами? Ну, я уже сказала, найти хорошего терапевта, который руками работает, и поработать с ним. Дальше. Бывают ситуации разные, я сейчас озвучу. Значит, когда я посылаю своих беременных вот к одному специалисту, которого я хорошо знаю, да, то бывает по-разному. Бывает, приходит девочка и говорит, о, меня посмотрели, сказали, меня все хорошо, чуть-чуть подправили, сказали, больше не надо. Другая девочка приходит и говорит, мне немножечко подправили, сказали перед родами еще раз показаться. А третья девочка приходит и говорит, мне сказали, 10 сеансов надо, чтобы мой таз поправить. То есть, это все опять же зависит от, как я говорю, от степени запущенности. Пятый вопрос. Известно ли случаи неудачных домашних родов по причине косого скрученного таза? Ну, прям совсем. Да, вопросы такие интересные. Думаю, что навряд ли. Все-таки, на мой взгляд, вот та позиция, на которую сегодня уже, которая сегодня пришла, основная причина не получившихся родов в домашних условиях все-таки психологические проблемы. Потому что самое трудное, это подготовить голову. Самое трудное. А для того, чтобы ребенок протиснулся через таз, как я говорю, природа очень мудрая. Она много чего предусмотрела. И подвижные суставы таза, и подвижные кости головы ребенка. Ведь у ребенка черепушечка, вот эти косточки, пластины черепа, так называемые, они же двигаются, они же складываются. В акушерстве это называется конфигурация головки. Поэтому здесь думать о том, что искривление таза будет такой глобальной проблемой не нужно. не нужно. Если действительно активно очищаться, то и не отращивать поросенка, а рожать такого нормального ребенка, то это не проблема. А вот с головой работать нужно. Потому что страхи, любые страхи, какие бы то ни было, вот они являются препятствием. Это совершенно четко. Хорошо. И еще поступил вопрос о Светлояне. Здравия. У меня первая группа крови и отрицательный резус-фактор. Первый. Подскажите, пожалуйста, есть ли природная альтернатива иммуноглобулину для случаев резус-конфликта? Надо просто открыть ролик на моем сайте или в интернете его найти. Там я 7 или 8 минут рассказывала, что такое резус-конфликт. Теория, которая существует в медицине, это высосанная из пальцев. Мое видение, оно сильно отличается от официальной медицины. И опять же, оно скатывается к зашлакованности организма и очищению организма. Если ни один современный врач официальной медицины ни разу не вылечил ни одну женщину, у которой резус-конфликт начался, антитела появились, титр определяется, и добиться снижения титра или исчезновения антител пока не описано нигде в медицинской, в официальной литературе, то у меня таких пациентов уже целый ряд. Потому что здесь нужно понимать совсем с другой стороны. Конфликт возникает не потому что резус плюс или минус, а потому что организм зашлакован. А тело умнее головы. И тело понимает, что беременность – это нагрузка, которая растет с каждым месяцем. И если вдруг тело заранее не поняло и допустило все-таки беременность, и начинает не справляться с этой нагрузкой, то тело спасает себя, избавляется от ребенка. Я могу, так сказать, назвать два метода умного тела избавления от беременности, как от перегрузки. Это выкидыш и это уничтожение ребенка, например, с помощью резуса антител. Если мы это понимаем, и если мы начинаем активно очищать организм, облегчая его участь, облегчая задачу вынашивания и рождения ребенка, то антитела становятся ненужны. Их титр падает, а потом они исчезают. У меня уже целый ряд таких пациентов пришел. В общем, слушайте, начало лекции. А приступят имуноглобулины. Они вообще оказываются тут ни при чем. Абсолютно. Понятно, да? Дальше второй вопрос. Я зачитываю все равно вопросы, дочитаю до конца. Можно ли в моем случае мечтать о семье с большим количеством детей? И можно, и нужно. Потому что, если мама не слишком зашлакованная, организм еще и очищает дальше, то детей будет много и все будут здоровыми. И третий вопрос. Рекомендуете ли вы в таких случаях домашние роды? Вот опять же, домашние роды слово произносят неоднократно. А ведь уже было сказано, что домашние роды, они находятся под запретом в России. И не просто под запретом, они преследуются. Поэтому мы можем только ну так мечтательно говорить. Да, вот может быть. Или нет, мы ничего не рекламируем. Мы не советуем, но выбирать же вам все равно. А вы готовы к этому? А вы уверены? Вот как-то так мы можем говорить, наверное. Конечно. Конечно. Все правильно, Алексей. Все правильно. Ну что ж, давайте тогда будем заканчивать сегодняшний наш эфир. Вопросы были довольно содержательные, но понятно, по какой теме, да, и какая тема более интересует наших радиослушателей. Поэтому в следующий, наверное, эфир надо будет готовить по теме схожей с теми вопросами, которые задавались. Ну, я-то планировала вот таким образом, наверное, что вот именно конкретно, что нас зашлаковывает, что нас очищает. Тема питания, глобальная, сложнейшая, запутаннейшая, противоречивейшая в наших сегодня информационном, так сказать, пространстве. Тема воды, тема закаливания иммунной системы, движения. Вот эти вопросики я хотела озвучить в следующий раз. Это будет тоже очень большой объем информации. А уже после этого перейти непосредственно к беременности. И когда уже людям понятно, ну, скажем, вот моя точка зрения, мой подход к этим вопросикам, тогда очень просто отвечать на любые вопросы про беременность. А уже после этого мы будем обсуждать вопросы родов. Я предлагаю таким путем идти. Я не возражаю нисколько. Просто я указал на то содержание вопросов, которые поступали в наш сегодняшний эфир. Так, и еще одно такое тоже уточнение, поскольку Татьяна Алексеевна занятой человек и занятой не просто так, что ей хочется куда-то поехать, а ее часто вызывают, поэтому надо понимать, что некоторые запланированные эфиры, они не могут проходить по плану. Поэтому здесь надо учитывать этот фактор и с пониманием относиться к нему. И для этого, наверное, я сделаю у нас через форму обратной связи вопросы Татьяне Алексеевне, чтобы вы могли задать вопрос, и мы тогда оффлайн можем записать небольшой эфир, который потом будем выкладывать, если вдруг онлайн эфир у нас не получится. Так, ну еще один вопрос, зачитаю, Самосудов Игорь. Вопрос в эфир. Татьяна Алексеевна, а что такое клинический узкий таз, который является показанием к экстренному кесарево-сечению? Отличный вопрос. У меня сразу вспомнился случай с практики. Расскажу. Значит, когда я еще работала в роддоме, но уже изучала вот эти вот, так сказать, все вопросы, о которых я сегодня много говорила, был такой случай. Значит, у меня на дежурстве женщина поступила в родильное отделение, вот она рожает, вот идут схватки, вот идет открытие, правда, медленно идет. Мы с ней немножечко позанимались физкультурой, немножечко даже потанцевали, стараясь активизировать процессик. И вот мы доходим до состояния, которое называется полное открытие. То есть, шейка полностью раскрылась, и ребеночку ничего не мешает выходить. А он не выходит. Головка стоит на одном уровне. Какие только мы, так сказать, не пробовали методы, стоит и стоит, стоит и стоит. Но у врачей в роддоме есть очень жесткие регламентированные всякие, так сказать, рамки. Час при полном открытии роды не заканчиваются, показано кесарево сечение. Женщина имеет нормальный рост весовые показатели. Среднего роста, там, 160 с чем-то сантиметров, нормальный вес, ну, там, предположим, около 70 килограмм вместе с беременностью, нормальный. Вот. У женщины нормальные размеры таза, они все замерены, записаны в карте. Прокесарили. Ребеночек весит 3 килограмма 200 грамм. То есть, такой ребенок, который через таз такой матери должен пройти легко. А он не пошел. Какой диагноз поставили? Клиническое несоответствие головки и размеров таза. Показания кесарево сечение. О чем идет речь? О том, о чем я сказала. Медицина не знает о человеке больше, чем знает. Потому что могу рассказать еще другой случай. Он мне запомнился тоже на всю жизнь, совершенно потрясающе. Я его все время тоже привожу. Когда однажды я дежурила, поступает в родильное отделение мамочка метр с кепкой, там рост 147-145 см, малюсенькая, а пузо огромное. Вот если она его обнимает, то у нее пальчики только-только у пупка соприкасаются. Мы на нее как глянули, вот дежурная бригада врачей, три врача, как глянули, так у всех одна мысль в голове. Ну что, придется кесарить, но через такую крошку такой бегемотик просто не выйдет, не пролезет. Ну мы тут же стали обсуждать и решили, ну пусть она немножко поражает, дадим ей поражать, потому что для ребенка это важно, побывать в этом первом периоде родов, чтобы он прожил схватки, это очень важно для ребенка. А потом, значит, возьмем прокесарин. Но тут получились какие-то накладки, кого-то вызвали в дородовое отделение, кого-то в послеродовое отделение, ну в общем, врачи были все заняты какое-то время. А потом, ну я в частности, когда освободилась, захожу в родилку, смотрю, она сидит и кормит малыша. У меня челюсть на полбум. Вот как такое возможно? Малюсенькая мамочка родила громадного ребенка, он весил больше четырех килограмм. По-моему, там четыре с половиной килограмма было. Ну, во всяком случае, четыре с хвостиком. И ничего не помешало, никакого клинического несоответствия. Так в чем дело? Что за диагноз клиническое несоответствие? Сложный вопрос. Значит, я вижу таким образом, что в каких-то случаях действительно размеры таза не позволяют ребенку с крупными размерами пролезть, пройти через этот таз. Потому что еще, и кроме всего прочего, очень жесткие все эти ткани, все суставы, организм зашлакован, организм обезвожен. И тогда реально будет механическое препятствие. И тогда реально показано кесарево сечение, потому что другого пути нет. Но это только часть тех случаев, которые, как я уже описала, ставят диагноз, когда его там не было. Размеры ребенка и размеры таза матери вполне такие среднестатистические, вполне физиологические и подходящие, и реальные для рода. Но процесс не пошел. Там, как я теперь понимаю, причина была в другом. Причина была в эмоциональном состоянии женщины. На том этапе я еще не была так сильно убеждена, так сказать, в том, что подготовка головы важнее, чем подготовка тела к родам. Женщина была все-таки достаточно тревожная. И поэтому ребенок не стал выходить. Это совершенно четко теперь я понимаю. Если кто-то в родах боится, сама мама или присутствующий папа, или присутствующие помощники, любые, или медицинский персонал, любые негативные эмоции, которые находятся в пространстве родов, они тормозят роды. И ребенок не выходит. Он сам не выходит. Вот и все. И поэтому тут уже, как говорится, куда кривая повезет. Могут быть очень разные ситуации, очень разные обстоятельства. Но при понимании всех этих нюансов, если мы правильно готовимся, очищаем свой организм, активный образ жизни ведем, то практически эта проблема не встречается вот среди тех женщин, которые у меня занимаются подготовкой. Понятно. В заключении у нас есть такая традиция, когда главный соведущий, в данном случае Татьяна Алексеевна, желает что-либо нашим радиослушателям от себя доброе, вечное, красивое, чтобы душа развернулась, или, может быть, вспоминает срочно, что недосказала в эфире. Вот сейчас есть такая возможность одну-две минутки на это посвятить. Ну, конечно, я хочу пожелать, хочу пожелать всем слушателям и слушательницам счастливого родительства. Дети – это самая большая радость в нашей жизни, самое большое счастье. И, конечно, поскольку я сказала уже, что наша сегодня система социальная, она как раз повернута к детям не лицом, а спиной, к мамочкам беременным не лицом, а спиной. Постольку надо интересоваться, надо искать информацию, надо заниматься собой, надо понимать, что если есть какие-то проблемочки со здоровьем, они все решаем эти проблемочки, только надо начать трудиться над собой. И результат всегда приходит. И вот, даже вот если сравнить, какие дети рождаются, вот в роддоме считается, что нормальная оценка по шкале Абгар 8-9, и никогда не бывает 10. Это женщины, которые, ну, просто обычные женщины, они не интересуются подготовкой, не занимаются ничем. А когда женщины готовятся, очень хорошо готовятся, то рождаются детки совершенно идеальные на 10 баллов. У меня был такой смешной случай, когда я еще работала в этом доме, рожала одна беременная мамочка из моей группы. вот. И, значит, ребеночек родился, ну, а доктор там же заполняет все бумажки, и я там пишу, значит, оценка по шкале Абгар 10 баллов. А заведующий родильным тут у меня за ключом стоит и говорит, ты что это пишешь, малышева, какие 10 баллов? Я говорю, посмотрите на ребенка. Она обернулась, посмотрела, увидела, глаза квадратные, говорит, да, надо же. Действительно, ребенок на 10 баллов. Не к чему придраться, никаких синеньких пальчиков. Все великолепно. Отличный малыш с розовой кожей. И вот я желаю всем своим слушателям, чтобы они занимались, готовились, улучшали свое здоровье, настраивали свои эмоции, и чтобы рождались у них все дети на 10 баллов. Хорошее пожелание. Напомню, что сегодня 8 декабря 2015 года, вторник, по одному из современных календарей, а по одному из древних, 37-й день месяца Нового Дорова, 7500-24 лет от створения Мира Звездных Храма Третьейник. Готовимся к жизни. Такова тема сегодняшнего живого эфира была у нас. Малышева Татьяна Алексеевна, главная соведущая. Я выражаю благодарность за столь содержательный эфир. Благодарю также наших радиослушателей, кто в чате присутствовал и писал интересные вопросы, а также я наблюдал за общением, мне очень все понравилось, на какие-то мысли наводило. И вижу, что, в общем-то, не все так безнадежно, как нам пытаются это представить. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для пытливых умов.